и тут и там сюда ребят нас слышно в онлайне всем привет добрый вечер кто-нибудь а можно здесь нас слышно насть как мы можем проверить напишите нам плюсик его думают 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 а ну кей-то я че-то помоги мне добра ну скажи человеку куда прийти о слышно пишет что нас слышно все отлично да давай ой плюсики поставили все пошли плюсики окей так здравствуйте спасибо что вы все пришли всем привет ходи давай вдвоем выходит мы 3d моделлер и работа компания не мотек и занимаемся созданием различного вида моделирования но в частности занимаемся оптимизированными моделями под гмдф и сегодняшняя лекция будет посвящена техникам и вообще их нему применению в индустрии как компьютерных игр так и и мобильных приложений ну и мы также поговорим про оптимизацию будем говорить о том как это все делается вообще немножко погрузимся в детали в общем давайте начнем да яна начинает свой блог я подтягиваюсь своевременно заходите заходите ну ладно не хотите в общем путь специалиста светит мне очень ярко в общем все мы начинаем с этого то есть мы скорее всего где-то учимся в институте либо в школе вот но мы когда заканчиваем университет мы понимаем что этих знаний на самом деле совсем недостаточно для того чтобы нас взяли куда-то на работу потому что нам уже нужно начать отрабатывать какие-то навыки и что-то такое решить для себя чем же мы все-таки хотим заниматься в жизни ну и собственно становится вопрос о том ну куда же нам все-таки пойти куда податься мы ждем ну ищем какую-то работу вот и в процессе того как мы обучаемся что-то пробуем там делаем какие-то туториалы у нас скапливается какой-то архивчик архивчик работ пусть даже это какие-то туториалы или ваши пробы но они у вас уже есть и в принципе здрасте о здрасте привет и с этим уже можно начинать искать работу возможно вам во многих местах будут отказывать но главное в этом случае не отчаиваться продолжать искать дальше потому что рано или поздно вы найдете и вам начинают присылать какие-то тестовые задания вы их начинаете делать вот и таким образом у вас уже начинается ну какое-то какое-то движение в сторону своей мечты вот и даже если у вас не получаются эти тестовые это все равно опыт опыт общения с эйчарами опыт вообще ну опыт вообще моделирования вы вырабатываете свой пайплайн и в общем то ну собственно это все равно плюс идем дальше и привет привет давай 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 привет привет ого сколько тут да хорошо и собственно когда вы уже но более-менее на работали портфолио вы уже нащупали какой-то свой путь можно так сказать у вас становится выбор делать мид поле 10 30 к ну где-то от рисов вот либо заниматься лоу-полькой и ну продумывать но оно кажется довольно скучно но на самом деле у поле это намного веселее потому что там можно продумать многие моменты уже заранее то есть нам ну ну в общем каждому свое и я не скажу что что-то из этого плохое просто в данный момент мы работали с лоу поле и поэтому нам это было интересно и как бы мы систематизировали все наши стане ну в общем нам понравилось и что же такое для чего мы вообще все это делаем все мы это делаем в итоге для оптимизации игры что значит оптимизация игры ну туда входит как программная часть которая занимается программисты так входит и графическая часть которая занимаемся мы собственно моделлер вот и что важно для оптимизации чтобы на любом девайсе неважно какой низко производительный или там ну очень крутой комп чтобы на всех них у нас с одинаковой частотой кадров все работало без глюков без багов вот ну и мы должны сделать все от нас зависит чтобы собственно это получилось вот и оптимизация что входит у нас в оптимизацию модели это ну что собственно входит в графическую часть за которую мы отвечаем это оптимизация самой модели но и другие эффекты которые уже есть в самом движке то есть там освещение vfx эффекты и сочетание этих двух параметров как бы дает нам визуальную часть идем дальше что имеет и что я имею ввиду под прости под оптимизации модели в модели от можете увидеть это наш заборчик мы делали и ящичек в заборчике у нас было 848 3 сов в ящике 1600 ну что тут самое главное это то чтобы чем меньше полигонов для нас тем лучше соответственно но единственный момент есть что мы должны учитывать особенности скульпта то есть чтобы у нас не было проблем с запеканием карт поэтому нам нужно ну намечать основные формы вам сегодня андрей как раз дальше будет рассказывать как мы это конкретно делали вот ну пока вот в общих чертах это выглядит приблизительно так вот и еще важно учитывать здравствуйте еще важно учитывать развертку то есть мы делали оптимизированную развертку то есть мы брали получается допустим какой-то кол разрезали его пополам делали зеркальным и таким образом у нас экономилось место на юв карте и это нам помогало ну как бы сэкономить место и выделить на него больше пространства и это еще очень помогает в рисовании в скульпте так как мы сразу делая одну сторону мы сразу получается ну делаем и вторую то есть нам не надо делать два раза одну и тоже работу и потом вращая эти скульпты мы можем как-то варьировать все это и показывать более ну какие-то ракурсы и сочетания она не будет выглядеть очень тайлова секундочку у нас зашел очень интересный вопрос а что же именно вам понравилось при работе с десятик а вот чтобы что что такого вот любопытно интересного в работе слоу поле что любопытно но это интересно продумывать и допустим мы продумываем как саму юви развертку так мы и продумываем саму модель как мы ее будем это положить как мы будем ее скульптить ну это это интересно потому что ну бывало такое что нам приходилось немножко возвращаться и что-то переделывать что в дальнейшем мы могли собирать это все как конструктор то есть мы сделали какие-то элементы потом их повторяли сочетали между собой и таким образом получали какой-то вот результат и еще один важный момент про про юви маппинг если у нас есть какой-то персонаж то мы должны помнить о том что на лицо надо выделить больше места на юви развертки чем ну вот там лицо у девушки есть на него выделено больше места чем ну немножко больше места чем она бы за него как бы если бы мы просто развернули и всех и сделали одинаковыми это делается для того что ну потому что наш класс человеческий он привык к тому что мы воспринимаем первое на что мы обращаем внимание это будет лицо и если она будет мыльная пиксельная или плохо прорисованная то это будет выглядеть не очень хорошо и поэтому ну как бы это будет сразу бросаться в глаза что будет не очень приятно в общем то и и будет испорчено впечатление от вашей работы так идем дальше ты что-то выключил нет он что-то не двигается техническая заминка сейчас секунду ладно ты будешь переключить может батарея а нет все хорошо а вот и основные вообще для чего мы все это делаем основные основная наша цель это потом впоследствии отправить нашу модель в движок и уже там собрать какой-то уровень для игры вот и ну сейчас чаще всего используется андреал энджин и unity такие самые распространенные движки вот я вам сегодня еще немножко покажу как мы работали конкретно с андреалом вот у нас как раз будет сегодня две части теоретическое и практическое поэтому ладно давайте дальше нет он не работает давай дальше ты просто что-то пишешь ты мне мешаешь вот и что еще можно сказать по поводу моделинга вот в моделинге нам не нужно заморачиваться и вымоделивать вот таким вот образом нашу модель мы можем просто делать все вот побочно то есть необязательно делать правильные там экструды и то есть чем меньше полигонов тем будет лучше еще важный момент ну учесть то что нам нужно как можно меньше сделать энгонов то есть ну энгоны это полигоны больше чем с пятью ребрами то есть если три для нас еще допустимы потому что любой движок в который мы подгружаем модель он триангулирует ее и ну если с треугольником мы можем предсказать как он может триангулировать его из четырехугольным тоже то с пятиугольником очень сложно будет предсказать как он его пересчитает из-за этого могут быть проблемы потом с картами которые мы накинем ну и это начинает тянуть за собой еще здрасте еще целый ряд проблем которые нам в принципе не нужен секунду в чате есть вопрос вот андрея аргира какой размер текстур на моделях есть когда есть много фасок лишних полигонов normal map вместо них для отработки поверхности отработки ли используется но смотрите обычно фаски делается для того чтобы создать единую группу сглаживания то есть когда вы работаете в быстром пайплане вам нужно быстро понасоздавать модели и вы не хотите заморачиваться с бейком и вип острова вам удобнее создать модельку сделать и билл и запечь нормали потому что при запекании нормалей на модель с единой группой отглаживания у вас будут накладываться градиенты которые в итоге сделают модель очень даже с острыми гранями то есть это ну оптимизирует рабочий процесс вы двигаетесь гораздо быстрее это нужно в тех случаях когда вот вы создаете большую локацию вам нужно наштамповать как можно больше моделей и не заморачиваться на то чтобы создавать hard surface бейком по островам так поехали дальше дальше у нас идет топология персонажная то есть в этом моменте вот сейчас тут пример у нас это мид поле это него у поле если взять его поле то там будет все еще проще мы ставим глупы в тех местах где у нас будет сгибание там локтей где мы будем прорабатывать эмоции то есть нам важно учитывать тот момент ну какая у нас будет топология особенно лица и ну тело собственно тоже но в тело в теле главное расставить все суставы то есть и показать те лупы где будут сгибаться локти или другие части тела вот собственно еще один пример того как топология распределяется важно очень гуглить примеры топологии и смотреть ну от каких-то более именитых художников потому что ну чтобы вы не повторяли что-то такое непонятное вам нужно брать каких-то более топовых художников и брать у них примеры топологии тогда у вас будет начнет получаться и лучше еще брать разные источники и потом напитавшись разными источниками вы выработаете какой-то свой путь а ну и собственно после того как мы сделаем модель все у нас собственно получится да мы все это отправляем в движок и вот что мы сделали с андреем это наша последняя работа вот мы и сделали у нас был такой мы выработали свой пайплайн чуть дальше сейчас про него будет чуть чуть подробней я расскажу в двух словах я модель его в майке андрей модели в 3d макси потом потом мы все это делали скульпт в zbrush и потом у нас ну мы потом все это разукрашивали в 3d коде для бейка мы использовали marmoset и собственно все это мы потом отправили в движок и в движке мы настраивали ну собственно я собирала занималась тем что собрала эту сцену воедино вот здесь же мы настроили траву анимированную вот вы можете видеть сейчас ниже как на вообще есть стандартный ну как не стандартный пак просто есть на маркетплейсе в анриле есть бесплатный пак с вот этими вот с огнем и вместе с травой то есть там environment pack есть такой огромный который устанавливаешь себе на компьютер и собственно оттуда мы взяли траву но единственная была проблема с травой она была реалистичной и нам это не совсем подходила поэтому я нарисовала текстуру ну photoshop и нарисовала текстуру бультяшную более и потом ее набросила то есть там позволяет это там ты рисуешь как бы кисточкой по поверхности и ну получается накинула эту текстуру и вот у нас получилось анимированная трава вот а с огнем это набор секвенции разных кадров до а вот в этом паке в этом паке к вот эта трава которую ты рисуешь но я потом покажу у нас мы откроем андреевский проект там просто кисточка его рисуешь и она уже как бы они мир анимация в нее устроена и можно подрузить свою альфу и это альфа как бы автоматически подменяется и и все получается в общем то нормально и кстати рендерили мы тоже в анриле вот то что вы сейчас видите это никакой постобработки мы всю постобработку делали сразу в анриле есть там бог постпроцесса ну я вам тоже это покажу у нас будет немножко посмотрим анриловский проект накидываешь этот кубик и в пределах этого кубика ты можешь как-то настроить освещение еще очень классная штука ну пользуйтесь ею но конечно лучше не перебарщивать называется бум она делает такое немножко размытия и получается такой клёвый эффект анриловский вот особенно в сай-фай он очень круто и при дневных сценах он вообще смотрится но мы его тут использовали ну совсем немножко вот и секундочку прошу прощения вопрос это все конечно хорошо но с чего начать то вообще если более-менее знаком с 3d колотом на хочешь делать красивую модель а даже с 3d ну если честно мы будем сегодня об этом говорить сейчас мы все подробно расскажем у меня была просто такая вступительная часть вот и хотели показать вам что у нас в итоге получилось и теперь я передаю слову в принципе андрею а он вам расскажет да маркетплейс 30 процентов а есть вопрос спрашивается если зарабатывать в маркетплейсе создавать а сеты под продажу сколько забирает андрею маркетплейс забирает он 30 процентов за свой сервис андрею там есть сумма не там есть сумма у каждого но честно говоря вот я не я не помню там зависит от того насколько хорошо у вас продается игра то есть там какой-то процент от продаж идет ну фиксированные проценты именно идут честно говоря не знаю просто не интересовались этим вопросом поэтому не знаю смотри под продажу моделей геометрических в маркетплейсе он изымает 30 процентов спекулярно спекуляры вы имеете ввиду что ред ред канал бу каналы и грин канал да правильно конечно есть я лайт-малайт маска ребят да но смотрите обычно на мобильной платформы все-таки спрашивают бейс ковар в основном потому что это охватывает большее количество устройств плюс не надо заморачиваться с созданием нормали но уже есть мощные проекты игры которые запрашивают чтобы вот еще была карта роут нас а бывающая допустим там карта металлика запеченная в лайт-маску то есть это то самое вот красный зеленый и blue канал ну я вам покажу как настроить сегодня анриловский материал поэтому ну вам будет более понятно чем чем рассказывать да да мы все это еще обсудим окей 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 что понравилось или не очень все молчат молчат ладно окей рома две недели но в кооперативной работе конечно же если ты выполняешь такую работу сам но я думаю это займет от 40 до 50 часов ну то есть как бы сейчас мы будем обсуждать этапы но тут идет этап концептинга тут идет этап моделирование запекание текстурирование тестирование в движке как бы это все время ну если это время есть то конечно же здорово окей что такое pipeline pipeline у меня вообще есть теория что это появилось знаете вот от старой игрушки в тени игрушки а заставка windows 95 когда у вас трубы бегали по монитору это типа наименование путь да и в итоге то есть это есть такой понида есть такое понятие как путь движения какого-то продвижения вашего в рабочем процессе pipeline штука важная потому что вы с помощью него связываете работу как и свою так и работу ваших подчиненных вашего работодателя если этот pipeline не налажен то в принципе будет беда и она будет накатываться как снежный ком в дальнейшем у тебя не работает я буду переключать прикольно окей здесь представлены основные узлы pipeline pipeline у каждого свой я не спорю pipeline у каждого человека свой сугубо индивидуальный нарабатывается порой годами и человек вкладывает очень много усилий но все таки как ни крутите есть основные узлы pipeline за которые каждый художник держится мы сейчас подробно каждый из них рассмотрим и попытаемся объяснить как каждый из узлов сыграл в производстве нашего ацета концептинг концептинг это тяжело потому что концептинг это ядро вашей разработки вот на этом этапе это самое важное то есть вы должны как можно больше рисовать не умеете рисовать на компьютере рисуйте на бумаге не умеете рисовать на бумаге рисуйте на спине соседа рисуйте как можно больше потому что чем больше вы предложите идеи чем больше вы идей сможете объяснить предложить тем более как бы зрелым выверенным ваш продукт выйдет, потому что когда начинается вот без этапа препродакшена человек садится, вот я все умею, я там знаю компьютер, я сейчас как-то начну делать, вот он сделал какую-то штуку, а заказчик сказал мне не нравится. И вот вы не можете назад скипнуться и сказать, а вот на концепте так было, это все утверждено, вот вопросов ко мне никаких и так далее. Можно еще добавлю, вот вы можете увидеть, что у нас тут не все объекты, которые, ну у нас только вот из этих только светильник мы сделали. То есть наш проект еще имеет развитие и мы думаем, что сделаем еще пару паков, поэтому, ну просто мы прорабатывали идеи. Мы размышляли над идеями. Окей, дальше. Смотрите, важный момент насчет, блин, нажать показывать нельзя, ладно. Важный момент в разработке окружения это также учет того, какие элементы в вашем конструкторе создания локации будут повторяться. Вот внимательно присмотритесь. У этого слайда есть четко выраженное настроение. У него есть кол. То есть вот кол там в заборе, кол в башне, кол в элементах забора, кол в кузнице. То есть должна быть какая-то вот центральный элемент, за который можно зацепиться. Это называется часть стилистика. И именно этот элемент будет повторяться у вас постоянно, поэтому его следует и проработать, но при этом задуматься, вот какие элементы можно будет повторить, тем самым сэкономив в себе работу, жизнь и тем самым упростив ваш рабочий процесс. Также вот… А, назад. Также внимательно, то есть можно просмотреть, там есть элементы, там железные балки, которые вот где-то тоже могут повторяться. Вот у забора есть такая железная окантовка, которая идет, она тоже где-то повторяется. То есть вот вы, когда уже все нарисовались, уже сделали несколько вариаций, несколько прототипов даже уже, возможно, вы собрали в 3D-пакете, либо там каком-то на этапе при продакшен, вы решаете, вот, берете красный маркер, то есть я вот этот элемент буду повторять, я вот этот элемент буду повторять, тем самым создавая базу для вашего будущего ассета, который будет развернут на одной развертке, чтобы упростить и сделать модель более-менее оптимизированной. Это слайд больше посвящен технической части. Здесь важно отображать цветом какие-то уже процессы работы, в данном случае тут отображается подсвеченным, что будет повторяться. Ну, это, в принципе, очень удобно, знаете, когда вы работаете с кем-то в кооперативе, либо когда у вас есть уже там отдел, который занимается, чтобы вы наглядно объясняли, что именно вы хотите поправить, что именно вы хотите изменить. Также вот, ну, вы можете видеть, допустим, тот же светильник, вот это голова дракона, она там тоже повторяется на здании. То есть там вы видите, что этот колу, там он тоже есть и на мосту. То есть мы старались думать, у нас есть эти элементы, их надо по большей части где-то попытаться использовать. При этом мы их еще пока не моделили. То есть мы старались заложить вот этот алгоритм использования постоянно одного и то же вот на этапе концептинга. Катим дальше. Так что у нас есть? А, у нас моделирование. Ох, моделинг это веселый процесс, потому что вот сначала вот у каждого по-разному. Кто-то любит в майке, кто-то любит в максе. Я в максе еретик, я делаю в максе. Кто-то любит даже в Z-моделлере, в Z-браше делать. То есть он уже привык, ему здорово, он работает с полным комфортом, ему все нравится. Но могу сказать, что, ну, если вы работаете в пакетах майя либо макс, на этапе создания болванки, базовой модели, которую вы портнете потом в пакет для скульптинга, не заморачивайтесь по поводу сетки, вам это не нужно абсолютно. Потому что в том же Z-браше есть функция перестройки, подожди, есть функция перестройки геометрии под ваши нужды. На этом этапе вы лучше задумаетесь вот о чем. Вы задумаетесь, какие элементы в вашем, там, пример, светильник уже могут повториться. То есть вот элемент подсвеченный B, это основание, ножка, внизу есть точно такая же. То есть зачем вам делать двойную работу? Удалите то, что вам не нужно. Можно секунду? Нам задают вопрос, в каких программах вы делаете концепты? Ну концепты мы делали в фотошопе. Ну уж классика, конечно. Да, да, да. И, ну, Андрей еще, ну, как бы мы использовали болванки 3D-шные и их обрисовывали в фотошопе. Ну, никакого секрета там нету, собственно. И потом эти же болванки, которые мы обрисовывали, мы потом их использовали как базу для скульпта. Вот. Это удобно. Тапаем дальше. Зибраж. Подсвечиваем зибраж. Зибраж – отличная программа, всем советую. Хорошо. Тот самый момент, когда я говорил вам насчет сетки. Внимательно присмотритесь на голову этого светильника слева. Вот, кстати, то же самое происходит, если вы не правите ангоны. Вот вы кидаете в движок, и у вас такая же каша. Поэтому лучше это делать уже на этапе производства. Но сейчас, вот когда вы закидываете это в программу для скульпта, вам это не важно, потому что есть несколько функций Zeromash и Dinamash, которые перестраивают вашу геометрию для податливого, удобного скульпта. То есть по этой поверхности можно уже работать. Также, если у вас, ну, вот есть такое, бывает там, скан, какая-то там модель с побитой геометрией, вы понимаете, что вам в краткие сроки надо исправить, используйте close holes. То есть вы зашиваете ненужные участки геометрии и то же самое сделаете ее полностью шитое и удобной для работы. По поводу кисточек. Смотрите, я вот сторонник того, что когда ты работаешь даже с природной органикой, нужно понимать, что вся природная поверхность состоит из плоскостей. То есть камень, дерево, даже металл и все вот эти поверхности, их нужно сначала как бы отсекать лишнее, не выдавливать клэем, мувом и так далее. Вы отсекаете лишнее, как скульптор. Вы избавляетесь от всего того, что вам не нужно. В данном случае очень удобная кисточка Flatten. Еще незаменимая, конечно, кисточка Trim Dynamics. То есть это вообще кисть всех кистей. Она отсекает все и прекрасно с ней работает. Для создания всяких углублений, прожилок в древесине мы использовали более модифицированную кисточку из древа слэшей. Это Orb Cracks. Также... Четыре кисти есть такие. Да, да. Разные слэши, разные вариации. Четыре кисти и возможности слэшей. Также вот самое важное, я считаю, в данной индустрии, это скейл элементов. Для этого отлично подходят скалируемые, выдавливаемые какие-то детали, вроде бы Orb Slash. Объясню почему. Вот смотрите, вы создаете модель. Вы создаете ее для какой-то определенной задачи. Примерно для того, чтобы смотреть на нее на мобильном устройстве. И вот вы сидите там над какой-то маленькой деталькой, допустим, звено. Вы просидели на нем целый день, добавили там все потертости железа, потертости царапины и так далее. Вы отдаляете и ничего. И вообще фигня. То есть оно вообще как-то никак не смотрится. Вы понимаете, что ваш день прошел полностью впустую. Так что я вам очень рекомендую, когда вы работаете под определенный заказ, в частности мобильный заказ, вы модель постоянно отдаляете все браши. То есть вы смотрите, вот вы поработали, добавили детализации, вроде бы норм. И опять же от общего к частному. Вы сделали сначала основные какие-то слэши, основные какие-то повреждения, и потом уже добавляете деталей. Детализировать сразу нельзя. Андрей, вопрос есть из онлайна. Что сейчас популярно в гейминдустрии, и что ценится в людях, которые создают модель? Это сложный вопрос, это работодатель ответит. Хорошо. Нет, ну да, это от требований зависит. Хорошо, под общим опыту скажу, что на самом деле хендпейнт до сих пор ценен. Очень ценная техника, но кроме того сейчас, к сожалению, как-то в тренд начинает вступать 2D. Я вот замечаю, что очень многие проекты пилятся под 2D-реализацию, и нужно как-то с ними конкурировать. Вопрос из зала. Повторяю вопрос для онлайна. Почему нельзя генерировать всякие побитости, всякие сколы, всякие деформации, которые свойственны определенным материалам? Я вам объясню. Все зависит от стилистики. Вполне вероятно, что вы можете не найти определенный референс, который вам нужен. Да нет, как по мне, просто больше, как бы, ну, это же руками ты делаешь, и у тебя, как бы, не настолько это будет тайлово, как если ты кинешь туда, ну, текстуру, как по мне. Ты же все равно выскульптишь это, как уже твое авторское будет. Еще дополню. Все равно в любом случае придется рисовать же текстуру, если ты хочешь сделать что-то свое. Поэтому, ну, мне кажется, проще по 3D-модели наскульптить. Я еще дополню вопрос. Скажем так, есть элементы, где PBR-процедурное выдавливаемое не очень применимо. Вот в дальнейшем будет на скрине ящик, и там будет видно, что там проведено 2-3 слэша. Все. То есть эти слэши, вот они отдельно, вот отдельно планочка, она вообще не смотрится. Но когда их выстраиваешь в ряд, они выглядят более-менее нормально. А, сейчас последний кисть скажу. Вот смотрите, очень интересный момент, когда вот вы уже заканчиваете добавлением основных деталей. Вам нужно разместить там заклепки, побитости, выдавливаемости и так далее. Вот очень рекомендую кисточку Mesh Insert Dole. Почему? Потому что вы можете поставить одну заклепку, но вот вы ее отдельно будете нереально долго двигать, вас это задолбает, и вы тоже будете очень сильно расстроены, потому что все ничего хорошего. Проходите, заходите, заходите. Проходите. Окей, катим дальше. Так, еще вопрос. Чем вы скульптите на планшете или мышкой? Мы скульптим на планшете. Мышка, конечно. Ретопология. О, вот это сложная тема. Серьезно. Но все-таки ее нужно пройти. Объясняем. Вот вы на скульптили модель. Эта модель очень красивая, с кучей деталей, с кучей каких-то выдавливаемостей и так далее, но весит она 10 лимонов. Вы такие думаете, блин, вот движок ее закинуть, и движок вообще поругается, не захочет со мной работать. Поэтому вам нужно модель оптимизировать. Вы создаете с помощью специального софта 3D Call, Topogun, Maya, 3D Max, оболочку, которая накладывается поверх вашей модели, которая была уже выскульпчена. В данном моменте есть несколько интересных вопросов. Первый вопрос. Вы почему там нужны вот эти бьювелы? Эти бьювелы нужны для дальнейшего этапа работы, когда вы будете накладывать группы сглаживания для запекания. Это тоже довольно-таки важный момент, но он уже важен с точки зрения оптимизации, когда вам нужно ускориться и создать модель как можно быстрее. Если вы совсем хотите создать true и true вол поле, то можно этих бьювелов не делать, но у вас возникнут очень большие проблемы с запеканием карт. Вам нужно сделать нормальный бьювел, чтобы у вас образовался хороший кейдж, и чтобы этот кейдж можно было пушить в проекторе, и тем самым как-то изменять положение точек для запекания текстур. Кроме того, сейчас еще хотел сказать, при ретопологии уже на этом этапе вам нужно учитывать, что вы должны не допускать ангонов, вы должны не допускать каких-то полигонов, у которых точек будет больше, чем 4. Только треугольники, только полигоны. Все. То есть уже игры закончились. Нужно играть по взрослому. На верхушках, где у вас сходится именно геометрия, вот на коле, на верхушке, там надо тоже делать и четырехугольники, чтобы было потом корректное запекание. Да. Насчет еще маленький момент, насчет маленького бьювела. Вот смотрите, видите, у нас сочетание эджей, такое треугольное, то есть появляется треугольник. Есть два вида бьювела. Есть бьювел, когда появляются дополнительные полигоны, но вот этот самый, в принципе, оптимальный. То есть треугольник на сочленение экономит поликаунт. А, и еще вот вы можете обратить внимание, что вот сами, как их заклепки, которые у нас сбоку, мы их не учитывали на ретопологии, то есть они отлично отрабатывают на… ну, когда мы запечем карты. Варианты используют какие-то процедурные, как внезапные, там, типа диссимейшер, для… А, заремейшер ты имеешь? А, оптимально ли использовать диссимейт? Ну, у нас, в принципе, уже были просто модели, которые мы делали, ну, и нам было проще перестроить вот так. Если для диссимейт, то это больше как для камней, для вот такой вот какой-то формы. А для такой формы тут ничего сложного, и, в принципе, нам было проще сделать так, чем делать диссимейт. Come on, дальше. Bake, 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 bake. Ну, я очень боюсь этого слова, оно меня всегда пугает, но это очень нужный этап в создании любой модели, и, если честно, на него надо очень много внимания, потому что весь результат, который вы проделали до этого, может уничтожиться очень плохим запеканием карт. Что для этого нужно? Прежде всего, вам нужно разместить на UV-развертке все ваши отретопленные модели со скульпта. Выровнять их по чекеру. Что это значит? Вы рескейлите всю геометрию и делайте так, чтобы вот эта вот шахматка, которую вы видите внизу, была везде одинаковая. Кроме того, надо проверять модели. То есть, может разворачиваться по-разному, но если модель уже с искажениями и более-менее деформирована, то тоже результат получится очень неблагоприятный. Поэтому нужно везде стараться как-то все это исправлять. Есть еще вопрос. Да. Почему используете кейдж, а не average, усреднение нормальный при запекании? Потому что я не знаю, как это работает. Я кидаю в Marmoset, там работает интерактивный кейдж, который сейчас очень удобно настраивается. Да, да, да. Да, говори. Меньше швов. Повторяем вопрос. Что лучше для развертки? Больше швов и меньше потяжек, либо больше потяжек и меньше швов? По своему опыту делаю вывод, что лучше больше потяжек и меньше швов, потому что бывают разные процедурные работы с моделью, и когда накладываются эффекты, и как-то старается, вы стараетесь работать с моделью, могут быть различного рода артефакты. Так что если очень много швов, могут проступать очень нехорошие косяки уже непосредственно при работе с движком. Еще вопрос. Можно ли быть сразу специалистом в поле хендпейнтехники и PBR? Конечно. Естественно, нет предела совершенства. Ну да, можно, но если вы делаете упор на одно, то, естественно, это у вас будет лучше получаться, чем все сразу. Хорошо, давайте сейчас закончим уже пробейк и будем приступать к самому интересному. Также, да, вот вы видите на скрине справа вверху, как работает кейдж. Это, собственно, сетка проектора, которая используется в любой программе для бейка, даже в Marmoset, даже в 3D-коуте, даже в X-Normal. В результате вы получаете стандартный пак карт. Карта нормальной, которая реагирует на освещение. Карта Ambient Occlusion, которая реагирует на затемнение, служит для создания грязи и также является процедурной картой. И карта Курватуры. Это карта, которая нужна для создания затертостей, побитостей и всякого рода деформаций. Но мы на самом деле не использовали Ambient Occlusion, потому что если бы мы подгрузили в движок, у нас же элементы повторяются, и Ambient, он бы начал работать, ну, как каша, но то есть нам бы это было не надо. Дальше? Один раз. Что? Один раз. Да, говори. Конечно, это будет… Нет, мы же… А, как… Говори, ладно. Нет, мы его запекали, но в 3D-коде уже. Конечно. Конечно, накидать. Можно один раз нажать, и я просто, ну, я так старался. Что? А, окей, хорошо. Да, короче, раньше все было проще, да. Сейчас требования к… Ну, извините, просто пульт не работает. Да. В смысле? Ладно, в общем, не важно. Все, короче. Работает? Не, не работает. Сложно. Не, не, не. Все было себе нормально. В общем, да. Был вопрос о современные требования к моделям в Game Industry. К сожалению, вот это уже встречается крайне редко. То есть уже надо, в принципе, вкалывать и понимать, что надо вот это уметь, надо вот это уметь, и надо разбираться в этом. Катим дальше. Ребят, давайте… У нас много вопросов скопилось. Мы немножко в конце выделим время и на них поотвечаем, потому что… Да, да, конечно. Ну, такое. Ну, что, это было классно. Да, текстурирование. Тут у нас самое интересное начинается. Это выбор. Какую же обвертку забернуть в вашу модель? Ну, сразу скажу, под PBR текстурирование, конечно, свои законы, но это текстуры, которые работают с физическим рендером. И, то есть, все вот эти блики, какие-то там… работы с запеченным светом там не происходят. То есть, это вот то, что у вас больше вот уже под фотореализм подходит. А hand paint текстурирование – это то, что вот вы сами от себя рисуете свет, вы сами от себя рисуете блики, детали и прочие добавления, которые необходимы для того, чтобы ваша моделька выглядела красиво. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Hand paint техники. Ну, здесь, конечно, надо замолвить слово за саму историю hand paint. Да, тут, наверное, кто-то увидит знакомые, любимые модели, персонажи и так далее. Скажу вот что. На заре 90-х, когда индустрия только разрабатывалась, все текстурки делались в hand paint. Абсолютно все. Потому что все видеокарты были очень слабенькие, производственные мощности PlayStation и прочих игровых приставок не позволяли обрабатывать карту нормальной, поэтому все рисовали в Photoshop. Это был еще тот хардкор для текстурщика, потому что создавать эти модели, это, конечно, был лютый ад, но результат того стоит. Но мне нравилось, да. Да, мне нравилось, да. В общем, что произошло? Следующий этап. На рубеже 2004-2006 мощности видеокарт позволили в играх подключать карты нормалей. И про hand paint как-то все немножечко забыли, потому что это стало все ново, интересно, молодежно. Давайте это использовать. То есть очень классно. Давайте все везде пользоваться PBR. И возродить любовь к hand paint, ну и потребность в нему смогли несколько проектов. В частности, проекты – это сетевые симуляторы, когда вам нужно объединить несколько игроков либо в какую-нибудь онлайн, MMORPG, либо MOBU. И просто производственные мощности затрачиваются как раз на то, чтобы объединить это количество народу, а вот на геометрическую и текстурную графическую часть остается очень много мощностей. И поэтому приходилось прибегать снова к hand paint. К тому же уже начиная с 2010-го уже мобильные устройства начали довольно-таки неплохо справляться с самыми базовыми геометрическими моделями. И тоже стал вопрос, надо вспоминать hand paint, надо его использовать. В принципе, это очень даже востребовано и сейчас. Ну, кроме того, это позволяет выделиться из толпы. То есть если вы делаете PBR, то PBR, он у всех PBR одинаковый. А если вы выработаете свою стилистику, то она будет индивидуально ваша и вам как бы, ну, вы реально будете выделяться, и это будет играть вам как художественная ценность. Дальше. Брашинг. Знаете, этот слайд для тех, кто все время кричит. У меня не получается. Я не художник. Я не знаю, как рисовать. Вы все можете. Абсолютно все. На самом деле, это вопрос только практики, вопрос повторений, вопрос неудач. И снова, снова, снова и снова. У каждого по-разному. Я рекомендую вот что. Я могу предложить упражнение. Самое простое. И это упражнение вам даст понять, что hand paint – это прежде всего не свет и не детали. Это работа с освещением, с запеченным светом. Вам нужно создать освещение на модели, где освещения нет, где в сцене может даже не светить источник света. Пардон. Что могу порекомендовать? Могу порекомендовать вам освоиться с кистью-пипеткой. Для этого прекрасно подходят самые стандартные сферы. Они есть в интернете, они есть в максе. Можно отрендерить и просто попробовать, вот как в классической школе живописи. Вы рисуете пятнами, вы стараетесь за счет маленьких мазков создать какой-то силуэт. И этот силуэт уже отдает вам информацию о работе с hand paint. То есть вы научитесь работать в этой связке пипетка-кисть. Пипетка-кисть. Тем самым вы как-то получите уже такое понимание, как красить. Кроме того, у вас выработается понимание, что такое вот источник света. То есть в hand paint вы этот источник света держите в голове. То есть вы рисуете с осознанием, что у вас где-то светит прожектор. Следовательно, должна быть свет и должна быть тень. И именно вот это вот отношение света и тени, это и есть те самые детали, которые важны в hand paint. Могу порекомендовать еще так же поработать с эджами. Вы рисуете какие-то… Это не рендер, это были просто стандартные заливки. Но когда вы поделаете эти заливки, вы просто понимаете вот эту вот ориентацию светотеневой градации. То есть где темнее, где светлее. Тем самым вы более-менее начинаете осваиваться. Дальше. Вот. Допустим, вы потренировались. Вы уже там порисовали десяток таких сфер. Вам все нравится, но вы хотите большего. И вот вы хотите создать сначала там 3D-модель сходу. Вот вы садитесь в 3D-редактор, начинаете рисовать, начинаете текстурить, и у вас не получилось. Не получилось, и вы не можете понять почему. Может, кого-то получится, не спорю. Но в моем случае так не произошло. И я понял, что очень важно получиться рисовать сначала в 2D. С чего начать? Начинается все с этапа скетчинга. Вы, опять же, рисуете без цвета. То есть ваша модель с цветом это только упаковка, и текстура это тоже только... Цвет для нее это тоже только упаковка. У вас должен появиться интересный, красивый и более-менее приятный силуэт. В моем случае у меня было задание сделать 5 одинаковых планочек, но, к примеру, их можно было бы сделать гораздо более разнообразными, если одна шире, другая меньше. Тем самым вы сдаете основные пропорции на этапе еще рисования этой текстуры. Вы создаете тайл-эффект с помощью функции offset, тем самым вы делаете текстуру бесшовной. Да, есть такая функция в фотошопе, а в сет ее можно на хаткей поставить и менять, в общем, смотреть, как оно вообще талится. Да, да, да. То есть вы, когда сдвигаете текстуру, у вас появляется шов, и этот шов тоже нужно замазать. Вы сдвинули текстуру, снова замазали, и тогда текстура начинает воспроизводиться более-менее нормально. То есть у вас создается тайл-текстура. Все, вы закончили создавать образ. Теперь двигаемся к Colorize. Степ 2. Вы заливаете все цветом, красите основные хайлайты, основные тени. Это базовый скетч, без каких-либо деталей. Но вот вы уже намечаете, какие основные ближки, какие основные элементы у вас будут блестеть, чтобы понимать, на что в дальнейшем вести упор и на что добавлять детализацию. Степ 3. Отлично. Детали. Ну, в данном случае я поленился и просто добавил железок. Но в этом этапе, когда у вас уже есть какая-то текстура с базовыми какими-то пропорциями, все хорошо, вы добавляете детали. Заклепки, какие-то очень сильные повреждения, там выгрызы, царапатости. Бывают разные запросы. Но вот очень важно не передвигаться к этапу детализации, пока вы не закрыли скетчинг и не удостоверились, что ваша текстура даже без цвета смотрится очень даже хорошо. Степ 4. Вот я, наверное, сейчас проведу тест и скажу, что каждый из вас посмотрел именно на вот эту картинку. Как думаете, почему? Нет. Нет? Ну, согласитесь, привлекло внимание больше всего это. Почему? Как вы думаете? Вот. Наш глаз устроен таким образом, что он любит подмечать цвета, он любит подмечать контрасты, он любит подмечать отношения. Поэтому при создании текстур важно заложить в текстуру вот именно вот эту вот наживку, за которую глаз захочет зацепиться. Есть простое упражнение. Вы в фотошопе создаете дополнительный слой, прокрашиваете какими-то теплыми цветами, холодными цветами, а потом уже с помощью opacity выравниваете, смотрите, как все, в принципе, выглядит. Ну и в итоге вы получаете что-то такое. Окей. Катим дальше. Текстура 3D. Вот. Теперь, наконец-то, можно выходить в бой, в поле и создавать 3D-шный handpaint. Время настало. Сразу скажу, вы отключаете все источники света. Вот сразу. Вам он не нужен. Вы используете только свое воображение. Вы понимаете, вы должны держать в голове, где у вас светит свет. Вот с объектами, которые объемные, очень важно, что свет, ну что источника света может быть там, допустим, два. Вот это тот самый пример. Я объясню, как это работает. Вот и дальше. Сразу, чтобы упростить себе жизнь. В 3D-коуте был вопрос из зала. Спрашивали про ambient occlusion. Он здесь есть. То есть запекается ambient occlusion, накладывается на карту Multiply, накладывается курватура, которая подсвечивает основные ребра, основные элементы, чтобы вам проще дальше жилось, проще дальше работалось, проще создавалась текстурированная модель. Кладываем дальше. Да. Вот это тоже очень важный момент. И за него не стоит заскакивать, пока полностью не разберешься. Вы должны кисточкой примерно, даже если вы не запекали освещение, вы должны наметить, где у вас будут самые сильные световые отношения. Вот вопрос, почему я не нарисовал это сверху. Как вы думаете? Кто мне ответит? Нет, нет мысли, да? Окей. Почему я не нарисовал самый основной блик сверху? Потому что при закидывании модель в движок, скорее всего, там будет какое-то освещение. И вы представьте, вот у вас есть освещение сверху, плюс еще лампочка сверху, плюс еще эффект сверху. В итоге у вас там будет конкретнейший оверлайт. И чтобы моделька смотрелась красиво, вы пытаетесь как-то немножко схитрить. В данном случае на этот наплечник воображаемо светит два источника света по бокам по 45 градусов. Когда вы это все усвоили, вы двигаетесь дальше, начинаете более-менее детализировать. И на этом этапе тоже очень важно понять, что даже если вы добавите кучу трещин, кучу повреждений, кучу каких-то элементов, ваша модель может от этого не заиграть, потому что все равно действует закон отношений. Но, к сожалению, я вот не могу сейчас показать, но на углах, где скол соединяется с трещиной, то есть есть какие-то вот засветы, да, переломы света и так далее. То есть когда вот вы будете чувствовать эти переломы света, тогда у вас будет получаться детализация хендплейтная, очень даже грамотная. Но если накидывать просто сразу же детали, вот детали, 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 модель, скорее всего, провалится. В итоге вы закончили рисовать, добавили каких-то деталей, ну, посмотрели, вам, может быть, что-то не понравилось. Очень важно, кстати, использовать заливки. Если вы посмотрите, вот на месте, где крепятся клепки к квадратным железным пластинам, есть такие черные затенения. Это тоже очень важно. Заливки очень важная часть… Градиенты. Градиенты, заливка. Ну, просто заливка это одним цветом в основном. Это же градиент. Окей, хорошо, да, градиент. Градиент, то есть который немножко затеняет соединение объекта с поверхностью, потому что в природе, в местах соединения объекта с поверхностью появляется грязь. То есть забивается грязь, и поверхность становится темнее, и не такой красочной, и в принципе грязной. Ну и финал. Вы добавляете какие-то оверлей слои, вы все подсвечиваете, вы делаете модельку красивой, и в итоге она… Цветокоррекцию делаете. Да, цветокоррекцию. Вам все это нравится, и вы готовы продолжать дальше. Кстати, еще небольшой автоп. Тут спрашивают у нас в чатике, где лучше текстурить хендпейнт в кооте или в сабстансе. Ну, я могу сказать, как человек и там, и там работавший. В общем, в 3D кооте более приспособленный viewport для этого. Ну, в сабстанс-пейнтере тоже есть base-color режим, где вы можете все это делать. Ну, лично мне удобно, но это просто вопрос как бы чисто индивидуальный. Возможно, вам будет удобнее в сабстансе это все делать. Да. Хорошо, я отвечу на этот вопрос. Вопрос из зала. Продублируй вопрос. Дублируй вопрос из зала. Почему создание деталей, освещения нельзя положиться на процедурные процессы? Ну, так скажу. Вопрос, наверное, в том, как кому удобно. Но лично по моему опыту это экономит время, если все-таки рисуешь самостоятельно. И кроме того, бывают ситуации, когда детали нужно рисовать вручную. То есть какие-то трещины, сколы нужно… Ну, нельзя там сделать тайлово и процедурно. То есть там нужно одну трещину где-то в углу, а вторую трещину где-то сверху. То есть бывают разные потребности в создании модели. И процедурно не всегда можно это вытащить. Ну, возможно, есть спецы, которые могут. Да, конечно. Нам было проще нарисовать это руками, чем выдумывать, где оно будет и как проходить. Основной особенность тех хендпейнта, которые можно выделить, это прежде всего запеченный свет. Вы работаете с запеченным освещением. Вы создаете свет уже на самой модели. Для этого, опять же, есть Lightning Bake. В 3D-коуте есть возможность запекать свет даже с помощью нормалей. Дальше. Scale элементов. Как правило, в хендпейнте, потому что он делается для мобильных платформ, все очень гипертрофировано. Почему? Потому что вам нужно разглядеть это на маленьком экране монитора. Плюс еще могут быть залоги стилистики. Масштабная детализация. Чем больше деталей, тем лучше воспринимается модель в качестве материала. То есть металл, он по большей части блестит на всяких сколах, царапинах, трещинах. Кожа, более однотонное дерево, выделяется прожилками и так далее. То есть детали тоже стараться не по минимуму и не по максимуму, но где-то посередине. Контраст тонов. Это ближе к разговору о Colorize, что наш глаз действительно любит всякие контрастные отношения между цветами. Кстати, очень важный, наверное, момент, когда начинаете работать, старайтесь сверяться с какими-то источниками, которые вам могут подсказать самые оптимальные цветовые отношения. Я для себя нашел Adobe Coverville. Он очень удобен, он показывает там треугольные отношения, монохромные отношения, парные отношения в разных проектах, где вам нужно какие-то определенные цвета задать. Это очень удобно. Это онлайн-сервис. Вы можете в гугле вбить и там, ну, в общем, оно цветовые схемы выбрасывает. Да, и также заливки. Заливки – очень важный момент. Я, кстати, все время путаю заливки и градиенты, но, по сути, для меня это одно и то же. Вы рисуете модель, да, вы прорисовали все детали, но вот у вас она все равно как-то не играет, и все равно вот у нее ощущение довольно-таки не очень презентабельное. Попробуйте поиспользовать заливки. Именно заливки могут вытащить модель. Они, во-первых, создают какую-то стилистическую привязку, то есть у вас появляется приятное впечатление от модели. Ну и кроме того, это опять же та же имитация, что светит источник света сверху. То есть, допустим, солнце, там какой-нибудь white cache, там просто skydob. И этот цвет, естественно, будет самый яркий сверху и самый тусклый внизу. И когда вы создаете такую заливку, вы можете использовать различные оверлэи или какие-либо другие формы наложения. и тем самым вы можете придать вполне оригинальный вид своей модели. Come on. Хорошо. Так, на этом все. Единственное, что у нас будет ZBrush Instrumentary. Мы хотели бы вас на него пригласить. Очень интересный курс. Вот у нас есть даже спикер, который будет там вещать. Да. Сидеть в зале. Вот. И как раз в пятницу в эту будет презентация. Старт курса 27 ноября. И этот курс предназначен для новичков. Так что, если вы еще не пробовали для себя Brush, то можете попробовать, собственно. Да. Но, естественно, это, конечно же, не все. У нас сейчас будет еще практическая часть. Да, да. У нас будет сейчас перерыв. А потом в практической части мы покажем, как рисовать хендпейнт и как собирать все в движках. Ваши вопросы. Ну, это зависит от ситуации. Допустим, дублирую вопрос. Спрашивается, как правильнее делать ретопологию персонажа? По отдельным частям или делать ретопологию цельную? Смотрите, бывают разные ситуации. Допустим, идет вопрос оптимального скининга. Если будет ясно, что там персонаж довольно-таки сложный, у него большое количество деталей, конечно, некоторые детали нужно моделить отдельно. Ну, к примеру, в создании лоу-поли модели у вас там есть перчатка и есть тело, то, конечно, лучше перчатку и тело сделать одним цельным мешем, цельным куском, потому что на этапе скининга, когда вы будете двигать геометрию, у вас не будет значительного коллайда. Да. Но бывают разные задачи. Бывают, допустим, надо сделать персонажа в 100 трисов. Ну, ладно, 200 трисов. Совсем мало. И вот вы думаете, как это делать. Конечно же, на этом этапе придется отказываться от каких-то изощренных возможностей, когда вы сшиваете геометрию, что-то коллайдить. Ну, это тоже вопрос к аниматору, потому что у каждого проекта свои анимационные законы. Хорошо, есть еще? Да, говори. Нужно ли участвовать силуэт при имени ретопологии того же персонажа и элемента окружения? То есть что важнее, экономия полигонов, либо какие-то такие... Конечно. В геймловом поле, продублирую вопрос, что важнее при учитывании силуэта персонажа, когда вы должны сохранить силуэт персонажа за счет геометрии в ретопологии, либо же все-таки оптимизация, и когда нужно сделать мало полигонов, но при этом вытащить текстурой. На самом деле тоже вопрос очень относительный, потому что в поле считается это до 10 тысяч трисов. Если вы можете вложиться в это количество 10 тысяч трисов, то в принципе нормально. То есть персонаж играет. Но если вам разрешают больше, то... Да, но если вам разрешают больше, конечно же, грамотно подчеркнуть все геометрии, а потом уже подключать текстуру. Так, и еще были. Displacement map лучше нормаль, конечно. Нет, displacement очень тяжелый для таких проектов. Ну, его просто не потянет движок. Ну, в основном считается, да, благополучной модель, если у нее три основных цвета, но бывает и пять, бывает и четыре. Вот, к примеру, можете сделать интересный эксперимент. Игра Overwatch, в ней есть предоставленные концепты. И там вот выставлена колористика палитры. И вы можете ввести один основной цвет в Adobe Colorville. Я уверен, что он выдаст вот как раз с этой палитры вот все это монохромное сочетание. А, еще тут был вопрос из онлайна. Когда будут ZBrush проекты, это лучше написать куратору ZBrush. Там были его контакты в конце. Так что напишите, и она вам скажет. Вот. Ну, в принципе, давайте мы сейчас отправимся на перерыв. У нас будет перерыв где-то минут 15, и потом мы вернемся обратно. Ждем. Мы вас ждем всех на продолжение. Планшетик работает? Да. Меня слышно сейчас? Сейчас, секунду, я посмотрю. Да, тебя слышно. Вот, к примеру, интересный вопрос. Ребята, плюсики, напишите, что нас слышно, хорошо? Да, да. Интересный вопрос от Crazy Wouly. Вопрос про создание. Вы сделали UV-развертку, сдвинули ее на U-Dim и начали все вместе печь. Можно ли как-то по-другому? Да, можно. Вы можете печь отдельно. Допустим, вы замоделили ящичек, вы можете его запечь. Вы можете замоделили светильник, вы можете его запечь. Но при этом всем у вас должна быть уже развернутая UV-развертка. И в таком случае вы уже проработали, какое место у вас будет оставаться под каждый из объектов. То есть вы не можете, допустим, развернуть на одну UV-развертку целый объект и запечь его. В итоге будет каша, когда вы будете коллапсить все объекты. Так, где-то чего? А можно у тебя поменяться? Потому что эта штука у меня вечно валится за головой. А у меня не валится? Посмотри. Я не дам тебе красный. Я не дам ему красный микрофон. Пусть не надеется. Так, запускаем 3D-код и включаем. Показываем, что получается. Только перетащи его сюда. Вот так, да. Мы сейчас будем показывать, как на примере нашей модельки мы вообще, весь наш рабочий процесс, как это происходило именно в 3D-код. Ну, мы сначала покажем, вот как выглядел HandPaint до наложения всех спецэффектов PBR, уже когда мы закидывали в движок. И что, в принципе, на что нужно обратить внимание в самом начале. Чтобы отобразить текстуры, ну, чисто в Base Color, в 3D-код и нажимаем двойку. Да, это очень важно. Смотрите, когда вы рисуете HandPaint, я очень рекомендую не полагаться на освещение. Вот сейчас, к примеру, у нас есть кнопочка создания искусственного освещения. Мы можем даже что-то подсветлить. И якобы светит источник света. Но он очень искажает полученный результат. Поэтому я всегда советую рисовать в режиме Flat & Color или полностью избавиться от любого источника света, который может быть вмешан в сцену. На что следует обратить внимание. Когда вы создаете HandPaint модель, очень красиво выглядят на ней какие-либо градиенты и заливки. Вот камень, у него верхушка, видите, немножечко светлее, но немножечко темнее. Это работает как и со статичными объектами, а также работает и с анимированными объектами. К примеру, ящик. Важна также какая-то тональная градация. Если у вас есть планочки, сделайте так, чтобы одна из этих планочек была темнее. Потому что, когда вы будете собирать конструктор, вот, к примеру, мы назвали ее лестница, но вообще это такая ремонтная леса крепится к боку. Нет. Может быть, это и качелька, но это не качелька. К сожалению, это не качелька, да. То есть она… Это место, куда может спуститься рабочий и что-то там поправить. Ну, очень опасная штука на самом деле. Да, 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 да. Также… Да, также… Надо бы вам, да, качаться. Все может быть вполне. Смотрите, еще очень интересный момент. Видите, что объекты в ассете повторяются. Это, в принципе, не просто так. Потому что, если мы откроем ее развертку… Больше разверни, и она не видна. Сейчас, секундочку. Покажу на весь монитор. Та-дам. Вот. Вы можете увидеть, что у центрального кола, который изменялся, вот у него есть версия, когда у него острый, острая верхушка. Есть также версия, когда у него прижатая верхушка. Но у всех этих элементов одна и та же развертка. Если мы начнем делать какие-то изменения, то эти изменения будут передаваться и последующим моделям, потому что они все собраны с одной UV-разверткой. Это и есть принцип оптимайза. То есть вы размещаете как можно меньше UV-островов на развертке, а потом уже пытаетесь как-то из того, что у вас получилось, собрать финальную картинку. На этом этапе очень важно, когда вы уже собрали модели, прежде всего загрузить всю полностью собранную сцену в какой-либо пакет для покраски. Потому что если вы рисовали отдельно кол, отдельно планочку, то когда вы их соединяете, может быть такое, что проступают какие-то косяки, либо вы можете что-то исправить и добавить. Вот, к примеру, можно выделить такой момент. Вот, допустим, вы захотели запечь Ambient Occlusion для ящика, чтобы он выглядел лучше, но запечь его не в движке, а запечь именно в процессе производства, при процессе рисования. Вот, к примеру, я запек… Ну, сейчас… Мысленно подумаем, что это Ambient Occlusion. То есть это вот те самые затемнения, которые есть между планочками. Вот они есть здесь, и они есть здесь. Вот видите, здесь они отобразились на UV-развертке. Но что же мы видим дальше? Если мы начинаем смотреть на остальные модели, видите, и здесь, и здесь появляются такие вот бока. Некрасивые. Поэтому, когда вы рисуете модельку под конструктор, вам нужно учитывать, что все изменения будут передаваться последующим моделям, которые были собраны для других объектов. Ну, кроме того, в движке у вас будет еще свет, который будет также, ну, как-то освещать модель, поэтому мы не использовали так сильно Ambient Occlusion. Ну, только чисто для… Когда мы рисовали, тогда использовали. Да, также могу сказать, что старайтесь использовать как можно больше уже имеющийся материал. К примеру, вот эта вывеска, которая у нас есть. Это крышка для ящика, также и вывеска. Ну… Я, кстати, сначала расстроилась, когда мы поставили его на ящик, и его было абсолютно не видно, а потом Андрей придумал ему применение сделать в виде вывески, и оно заиграло. Хотя бы его стало видно. Наконец-то его стало видно. А то я начала ворочать ящик, а типа он некрасиво лежит там. Ну, в общем. Да, также, вот допустим, с чашей для огня. Это чаша. Сейчас, секунду. Нет, мы сначала скульптим один элемент, а потом уже делаем из него башню. Да. Дублируем, да. Да, дублируется. Смотрите, чтобы точно понимать, что у вас дублируется, вы можете на этапе даже параллельно со скульптингом, вы можете построить башню, вот совсем из болванок. Вы смотрите, чего вам туда бы хотелось добавить, чего там не хватает. И вы понимаете, вот этот элемент повторяется. Вот его тоже нужно еще включить в развертку. Это вот, кстати, тоже относится к узлу концептинг. То есть, когда вы нарисовали, вы только еще приступаете к скульптингу, но вы понимаете, что вам может чего-то не хватить. Поэтому вы желательно это вымоделите, даже вот из базовых форм, которые вы отвели под скульпт. И вы смотрите, вот этого не хватает, я добавлю этого в развертку. И тогда, в принципе, выглядит очень даже неплохо. Ну, по поводу цепей. Здесь всего лишь одна цепь. Видите, что она тоже… Одно звено, которое везде… Да, одно звено, которое повторяется везде. Вот этот узел, который используется как и на светильнике, так и на главном пилоне, который светит огнем, он тоже повторяется. Эти крепящие железные конструкции… Это со светильника. Да, это тоже со светильника. И они тоже кое-где могут повторяться. Вот этот элемент для качельки, мы придумали название, да, тоже здесь используется. Так что старайтесь, вот даже когда вы собрали ассеты, если у вас есть возможность пофантазировать, что бы вы еще могли пособирать с этого, точно так же, ну, садитесь и попробуйте. Вот я бы добавил этот элемент там, я бы добавил этот элемент там, вы можете собрать еще какую-нибудь композицию из того, что у вас есть. Так, ну, касательно самого хендпейнта, как рисовать. Как рисовать, как рисовать. Ну, здесь, наверное… Ты на какой-то открой пустой. Да, я открою, наверное, новый заново вообще создам. Вообще есть две техники хендпейнта. Есть техника классического хендпейнта, когда вы создаете вообще полностью с нуля. У вас есть геометрия, уже развернутая, без скульпта и прочих там запеканий и так далее. Это вот называется хендпейнт, вот что он не самый классический, который используется только свет. Мы сделали немного более модифицированную версию. Мы сделали запекание карт и эти карты нам теперь помогают в прорисовке модели, тем самым экономя рабочее время и к тому же, ну, помогают добиться более приятного результата. Вот у нас есть светильничек. Вот видите, у него есть сетка. Вся эта сетка с одной группой сглаживания. Мы накладывали предварительно soft and hard energy. в 3D-пакете. Да, BYUV, которые помогли нам создать более-менее равномерную сетку. Мы подгружаем на нее карту нормалей. Секундочку. Да, вот тут, да. Тут должна быть папка radio. Да, в мармасете есть поразительно удобная функция. Это группа запекания. В далеком прошлом, когда вы запекали модель… Опс, неправильно. Только вот видите, когда мы подгружаем с мармасета, нам надо инвертировать зеленый канал. Здесь не нужно по-разному бывает. Не нужно? Да. А, мы уже его инвертировали. Да, мы уже инвертировали. Да, мы уже его просто… Смотрите, повторяю вопрос для чата. Почему мармасет оказался очень удобным, оптимальным решением для запекания текстур? В мармасете есть baking group. Это очень мощное и удобное нововведение, потому что раньше, когда вы запекали детали модели, вам приходилось разделять все, что вы наскульптили. Представьте, персонаж 30 саптулов. Вы все эти саптулы разделяете в пространстве. Вы в этом же пространстве делаете ретопологию, упрощенный момент. И тогда запекаете поверх. Это очень много занимало времени. Кроме того, вам нужно это обратно все собрать. Конечно же, есть способ в максе или в мае поставить ключ, когда оно разделилось, потом собралось обратно. Но это правда очень сильно выматывало и очень сильно тормозило рабочий процесс. Что такое baking group? Это возможность разделить запекание по определенным группам, в которые входят объекты, которые между собой не пересекаются. Если объяснить, наверное, как-то наглядно. Вот, к примеру, вы выделяете в baking group верхушку, узел, чашу, это звено. Вот видите, вот сейчас эти элементы между собой не пересекаются. То есть вы кладете в baking group low-poly модель, которая сейчас вот такая есть. То есть это звено, эту верхушку, эту чашу. Но то же самое вам придется сделать и в ZBrush, а либо в любом 3D-пакете для скульптинга. Вы разделяете на… Вы кладете те хайпольные саптулы, из которых должна будет спечься информация. Тогда эта функция заработает. И тем самым… Ну, это гораздо все-таки быстрее, чем разбирать модель, а потом собирать ее обратно. Хорошо. По поводу того, как рисовать. Вот смотрите, у нас есть карта нормалей. И у нас также очень удобно есть карта курватуры. Ну, мы привыкли просто тогда заводить. Да, да, многие-многие очень удивляются. Очень интересное слово. Особенно те люди, которые… Особенно программисты, да. Филологи. Филологи, да, даже филологи. Окей. И у нас есть теперь помощники карты, которые нам позволят создать… Ну, ближе, покажи. Ну, так не очень. Хорошо, да. У нас теперь есть карты-помощники, на которых уже отмечены основные какие-то детали. К примеру, даже те же хайлайты. Вам не нужно их прорисовывать вручную, потому что у вас есть карта нормалей. И при этом, когда вы нарисуете полностью вашу модель, у вас все идеально ляжет друг на дружку, потому что у вас есть подоснова. Что важно в использовании нормалей в 3D-коуте? В версии, по-моему, 4.7, 4.5, еще этого не было, появилась baking light tool. Что это такое? То есть, опять же, в хэмпейнте мы рисуем свет. Теперь программа запекает свет за вас и тем самым упрощает вам жизнь. Это не значит, что рисовать вообще не надо. Да, это не значит, что рисовать вообще не нужно, но идея в чем? Вот смотрите, я… Сейчас, нормал мапа, ладно. То есть, у меня уже появилась подоснова для работы. Это текстура. То есть, это уже свето-теневые отношения. Это то, о чем я говорил на этапе брашинга. То есть, вы уже… Ну, тут свет, конечно. Да, это артефакт, надо будет подправить. И вам теперь остается подправить все, что у вас получилось. И продолжать дальше с этим работу. Что мы делаем? Мы переключаем в режим стандарт-бленд. И, кстати, она должна быть белой в таком случае. Непонятно, почему она темная. Ну, ладно, хрен с ним. И вы начинаете вручную править какие-то элементы. Берете пипетку. Берете какую-то более-менее удобную альфу. Я предпочитаю вот эту. У нее довольно-таки мягкие края, но твердая середина. И вы зарисовываете все эти элементы, которые не получились или которые испортились. Прямо на карте зарисовываете? Да, прям сразу же на карте. То есть, вы делаете себе помощника, но при этом, перед тем, как начать рисовать, вы точно так же должны его еще немножечко подправить. Почему? Потому что, вот смотрите, у нас этот элемент повторяется и здесь, и здесь. То есть, вот вы видите, где примерно появляются вот эти затенения. Поэтому, чтобы таких проблем не было, вы можете по контуру как-то все это зарисовать. Причем, заметьте, что интересно. Видите, у нас уже идет оверлапинг. То есть, мы как бы рисуем даже без симметрии, но вот ваша работа уже накладывается на вторую половинку, которая есть. Можно подмазывать шифтом, брать снова пипетку, где-то что-то подправить и продолжать дальше. Есть два варианта. Первый вариант. Хорошо, есть вопрос. Как скрывать саптулы в 3D-куате? Есть два варианта. Есть вариант с помощью глазика. Есть такой саптул. То есть, вы два раза клацаете, ваш элемент пропал. Ctrl-X все вернуть. Ctrl-Z вернуться к предыдущему варианту. Также есть функция Painted Object. Допустим, у вас есть составная модель. Там, к примеру, персонаж. У него есть напрячники, у него есть топор. Ну ладно, без топора. Есть у него ботинки, какие-то такие вещи, которые вы отделили, но предпочли не возиться с ними и не красить. Вам для удобства нужно их разделить. У вас появится при экспорте этой модели определенное древо. И это древо высветится здесь. В данном случае у меня объект светильник. Это цельный объект. Поэтому я не могу увидеть его элементы. Но это очень даже полезно на этапе, когда вы работаете со сложными моделями. Разные стены сделаны как в мэре, отдельные мемочки, или как в мэре отдельные материалы? Нет. Тут депозаплирую вопрос из зала. Как распределяются мэши в 3D-коте? С материалами или без? Или как? Ну, в таком случае, чтобы были разные структуры. А, нет, разные… Не, не, здесь другой принцип. Здесь вот просто ты берешь и комбайнишь те элементы, которые… Да, да, которые будут отдельной частью. Что там? Сложный. Можно делить как-то? Нет, здесь нельзя поделить. Нет, можно только скрывать глазиком. В принципе, ну, глазик довольно-таки удобный элемент, но… Глазик понимает каждый мэш отдельный. Да, и также глазик понимает полигон отдельно, что немаловажно. То есть, к примеру, ну, бывают сложные какие-то там совсем сочленения. Вы включаете режим отражения полигонов, и с помощью выделения рамки вы можете отделить полигон. Вот видите, у вас выделился полигон. Еще вы включаете там рамку, можете… Ну, как бы работает это, к сожалению, не очень корректно, но после… Относительно. Да, после как бы каких-то определенных попыток у вас появится… Шанс. Да, шанс добраться до того, что вам именно нужно. Опять же, все вернуть Contra в X назад. Ну, вы можете заметить, что тут интерфейс очень похож на Photoshop, и с одной стороны у вас инструменты, и они, в принципе, повторяют те же инструменты, которые мы видим в Photoshop. Там пипетка, кисть, заливки, кисточка. Вот. А справа у нас также есть свои, альфы. Ну, в общем-то, программа очень несложная в освоении, ее можно там за день освоить, в принципе. Ну, я не говорю, что освоить как-то круто, просто базово вы сможете ее освоить. Да. 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 Можно в 3D-коуте, хорошо, повторяем вопрос для чата. Ты можешь одеть… Он падает, он падает, я об этом говорил. С тебя будет падать любой микрофон. На. Это больно. Одевай, короче. Одевай, короче. Давай, помоги. Не надо. Одевай. А, тут, подождите, где тут вопросы? Андрей, скрыл все вопросы вообще? Да, я скрыл все вопросы, чтобы не отвечать. А, так. Сабсенс тоже можно запекать по группам, если я не ошибаюсь. Да, норма, отлично. Спасибо. Да, можно. Можно в койте пикать цвета, не переключаясь на пипетки, как в фотошопе, альтом. Ой, я тоже очень хотела бы эту функцию, но тут это можно делать… Нет, тут можно делать это при помощи «и». Переключаетесь на пипетку и берете цвет и… «Б». Ну, я через «и» делала, не знаю. Я использую пипетку. Ну, пипетка, хот-кей, «и». Смотрите, в 3D-коуте очень интересная функция. У вас есть возможность настраивать интерфейс под себя. Вот, к примеру, браш. Вы зажимаете кнопочку «end». У вас появилось, как в ZBrush, квацните и тапните эту клавишу, которую вы хотите, чтобы была на ходке «е». Вы нажимаете кнопочку «b». У вас есть потребность сделать ластик, чтобы он был кнопочкой «e». Вы нажимаете «end», тапаете кнопочку «e». «End». «End». Вот смотрите, я квацаю «e» и «b», у меня все переключается. Еще вопрос. Ну, ты пока рисуй, я на вопросы отвечу. Свои маски есть ли возможность создавать? Да, тут можно создавать свои маски, в смысле, тут можно создавать. Но, честно говоря, они работают тут, ну, как новые слои, которые потом мы уже в Photoshop дорабатываем. Поэтому в этом плане Substance Painter, конечно, выигрывает, потому что там маски очень крутые, и они потом все переносятся в Photoshop, и это лучше там работает, чем тут. Маска, это, грубо говоря, используется просто в продаже, что он не нарисован. Да, да. Окей. Окей, окей, хорошо. Мы для того, чтобы… А, вопрос из зала. Используются ли какие-то карты, помимо… Смарт-материалы, смарт-материалы. А, смарт-материалы? Ну, мы же использовали андреевские материалы. Ну, мы там его сами настраивали. А, да, да. Смарт-материалы в процессе текстурирования используются… Ну, на самом деле у нас ничего сложного не было. Я просто сделала слой с заливкой, и по карте кривизны оно распределяло там светлые края. А остальное это у нас все работает… Вот Direct Lightmap у нас есть, ну, и, собственно, вот эти карты только помогают, а все остальное рисуется вручную. Окей, так, курватура. Что я сейчас делаю? Я сейчас стараюсь как-то сделать себе подоснову, чтобы потом в дальнейшем с этой подосновой работать. То есть, опять же, когда есть карты курватуры, есть карты нормали, их нужно использовать. Что я сделал? Я уже создал болванку с основными засветами, с основными царапатостями, с основными побитостями. В 3D-коуте это тоже очень удобно. Почему? Потому что он работает по принципу фотошопа. Здесь есть различные виды наложения этого слоя, и также есть несколько видов прозрачности. Вы можете корректировать в самом 3D-коуте что-то, что вам нравится, либо не нравится. Например, я могу полностью убрать курватуру, я могу ее поставить на середину, я могу ее полностью выкрутить в 100%, и при этом у меня какие-то уже основные детали будут отображаться. А дальше весь процесс состоит в том, что мы просто усиливаем блики, усиливаем изломы, и пытаемся прорисовать форму, представляя, что у нас свет идет под 45 градусов к модели. Это стандартно. Стандартное отношение иногда бывает и больше, но в целом под 45. Что я сейчас делаю? Опять же, мы двигаемся от общего к частному. Мы рисуем самые основные светотеневые отношения. За счет запекания лайтинга я вот вижу, что у меня здесь есть излом. То есть у меня эта часть светлее, эта часть темнее. И я в процессе своей работы сейчас постараюсь как-то это высветлить и обобщить, уже как сказала Яна. Это заливка. Вы рисуете, конечно, попытками. То есть вы сначала подбираете оптимальную прозрачность для вашей кисточки. В любом случае не забывайте, что у вас есть еще прозрачный слой, и даже если вы сейчас сильно нарисуете, то вы можете потом еще там поварьировать. Можно поварьировать там, можно подгладить, можно что-то подправить и так далее. Еще очень важная и очень приятная особенность 3D Code это возможность привязываться к навигации за счет степпинга. То есть у вас появляется точка, вокруг которой вы вращаетесь. Это очень полезно в рисовании. То есть кнопочка Hotkey F по дефалту, вы нажимаете F и вы нажимаете либо правую кнопку мыши, либо правую кнопку на планшете, и у вас должен появиться вот такой треугольничек. Видите, сейчас на экране есть. И именно вокруг этого треугольничка вы будете вращаться, когда рисуешь без сцена. Блин, я его не использовала. Ну ладно. Я молчу, когда рисую, к сожалению. Да. Скульптина, да. А что было бы быстрее? На самом деле, повторю вопрос для зала. Что быстрее использовать пайплайн для онлайна? Что быстрее? Отскульптить модель, отритопить и запечь, либо же рисовать с нуля? Знаете, здесь, наверное, это основной вопрос опыта. Если вы знаете, как рисовать светотеневые отношения, у вас уже в голове есть, где падает самый яркий свет, где падает самый темный свет, вы можете рисовать с нуля. То есть там был скриншот с наплечником, то есть вы рисуете с нуля совершенно без проблем. Но бывает такое, что человек еще только осваивает эту науку, либо ему правда ближе. Он пытается сначала сделать скульптуру, а потом уже заниматься хендпинтом. То в таком случае действительно нужно прибегать к тому методу, который вам ближе всего. Это экономит ваше время и вам доставляет удовольствие. Андрей, я предлагаю тебе прорисовать вот эту вот штуку одну, просто больше на ней показать, а остальное все не рисовать. Окей, хорошо, да, не буду. Так... Вообще хендпейнт — это очень рутинно. Это на самом деле вот сродни живописи, вот когда вы рисуете картину, то есть вы смотрите, мазками рисуете, смотрите, как у вас получается. То есть вы рисуете какие-то основные сначала засветы, какие-то детали, а потом вот уже вы там начинаете ударяться в какую-то безумно сильную детализацию. Просто нужно помнить, что первым делом мы рисуем форму, а потом уже материал. То есть нам надо накидать форму, а материал — это уже просто по большей части это интенсивность бликов. То есть насколько сильны у нас будут блики. Да, у металла, к примеру, блики более ярко выражены. То есть там могут появляться вот такие светлые блики засветы. Но опять же перед тем, как уже обобщать вашу модель и делать ее выразительной, нужно проработать все светотеневые отношения, все какие-то там затенения, грязи и так далее. И вот к этапу детализации приступать только в самый последний момент. Не ведитесь на то, что нужно в хендпейнте, нужно в самом начале навалить очень большое количество деталей. Как правило, это приводит к печальным результатам, потому что не читается этот объем. А магия хендпейнта — это создать объем на плоской поверхности. Вот. И на изломах, где у нас стыкуется объект, там будут ярче блики. То есть, ну вот, как он сейчас вырисовывает, Андрей. Все прорисовывается на одном слой или где-то там хайлайты на одном слое падают на другом, на третьем? Ну, вопрос из зала. Все прорисовывается на одном слой или мы создаем отдельно для разных уровней детализации, да, я так понимаю. Ну, мы рисовали по большей части удобнее на одном слое, потому что ты тут же берешь пипетку и тут же, ну, закрашиваешь цветом. И мы в основном очень мало использовали пипетку, ой, не пипетку, а резинку, да, потому что старались зарисовывать цветом. Оно смотрится выгоднее, чем, ну, вы там угадываете там резинкой, как его стереть. Да, дополни, вопрос, почему мало используется резинку. Смотрите, вот вы потратили какое-то время, вы прорисовали цветотень, но резинкой вы просто стираете всю вашу работу, которая у вас была проведена до этого и, как показывает практика, это очень неблагоприятно влияет, поэтому вот все-таки выгоднее прорисовывать, а потом еще перекрывать дополнительно еще одним цветом. Еще очень удобно вот эта пипетка, которая сейчас color palette, окошечко, там есть возможность подружать изображение, и вы можете прямо оттуда брать те цвета, которые вам нужны. Да, вопрос из зала. А, я сейчас покажу. Можно через смарт-материал наложить какую-то текстуру и уже ее доработать потом. На самом деле, да, это используется, но все зависит от стилистики. То есть, если у вас есть стилистика создания, ну вот, сейчас попробую привести пример. Если есть, допустим, вот задача создать какие-то вот совсем грубые повреждения, они совершенно, вот как бы, ну вот вмятины там от ударов, сейчас попробуем прорисовать, они будут играть. То есть, если нужно создать эти вмятины от ударов, то, ну, как бы в процедурке не всегда и не всегда, ну, процедурка не всегда поможет вам получить такой результат. И если вот в стилистике нужно, чтобы на модели эти удары и повреждения как-то выглядели очень выгодно, то, ну, проще, на мой взгляд, это по-быстренькому нарисовать. Вопрос, можно ли делать альфа в ZBrush и подгружать их сюда? Подгружать как смарт-материал? А, как для кисточки? Да, можно. Ну, можно подгружить, но нам нет смысла, потому что у нас есть скульпт, на который мы уже ориентируемся. Какой смысл нам еще делать? Ну, просто в данном случае нам не надо было. Возможно, есть… Нет, я объясню. Для оптимизации рабочего процесса нужно использовать любые техники, которые позволят вам ускорить вашу работу. Если удобно сначала подгружать какой-нибудь стенсил, альфу и любой другой объект, который создаст вам уже какой-то отпечаток, это, конечно, приемливо, это, конечно, можно использовать, но все-таки вам придется его как-то обобщить, придется его доработать, доделать и так далее. То есть у меня в данном случае огромный стенсил – это уже запеченная карта нормалей. Это мой стенсил, то есть я уже его использую. Он уже работает в нескольких каналах. Можно, допустим, перейти в режим редактирования нормал-мапы и там штамповать еще какие-то сколы дополнительные подвергности на нормал-мапы? И перезапичь? Ну, можно. Но это немного… На мой взгляд, это немного дольше, чем просто нарисовать их, если получается. Так. А, ты имеешь в виду совсем мелкие, да, какие-то? Да, можно так. Ну, как удобнее, так и… И еще вот Андрей постоянно… Он не зарисовывается в одной точке. Он постоянно отдаляется, смотрит, как оно… Да, как выглядит. Смотрится сдалека, а потом опять приближается и уже ближе прорисовывает… В общем, какие-то… Да, это называется скейл элементов. То есть вы, прорисовав какую-то детализацию, вам необходимо отдалиться и вы должны посмотреть, как у вас будет это все смотреться. То есть если вот этот бличок, то есть вот с такого расстояния выглядит нормально, ну, окей, продолжаем в таком же духе. Но если вот эта детализация… Ну, вот, допустим, работаете близко, близко, близко. Вот вы нарисовали вот что-то такое. Вот вы там сидите. Вау, мне там нравится точка. Я хочу добавить в точке больше деталей. Я хочу там, не знаю, чтобы точек было больше. Я хочу, чтобы здесь была точка. А вот вы отдаляетесь так и все. Ну, и оно не видно. Да, и оно ни о чем. Оно не выглядит. И поэтому, ну, важно работать все-таки со скейлом. То есть вы должны отдаляться. Да, да. Постоянный рисунок идет по плотбаймсу или иногда переключается материал, чтобы как-то нормально сочетается? Не, мы работали… Вопрос, работаем ли мы в бейс-ковере или переключаемся на другие какие-то вьюпорты. Ну, мы работали чисто в цвете. Ну, нам нужно было получить цвет, поэтому мы не работали. А с финальным ассетом вы использовали же карту нормально? Да, использовали, конечно. Но она была нам нужна для того, чтобы сделать красивую картинку в Unreal. То есть она кроме того, что нужна как создать под основу, также она служит как PBR-ная текстура, которая нужна в производственном в процессе движка. Вопрос. Если просто flat-wide взять без нормалей и использовать его в Unreal. Ну, конечно, оно отличается. У нас же все равно нормали, они подчеркивают форму, и то есть более объемное изображение, чем без них будет. Сейчас я еще объясню и дополню этот вопрос, потому что… Ты хочешь сказать, что нужно было… Что ты хочешь? Сейчас я дополню вопрос и объясню, почему еще мы рисовали. То есть тоже немаловажный деталь. Объясню. Тоже была интересная задумка использовать BaseCover под Roadness. Да, под Roughness. Ну, под Roughness, под Unreal, под Unity, Specular. То есть как это выглядело? Сейчас постараюсь объяснить. То, что в Substance? Ну, мы Substance не будем подключать, я просто объясню принцип, почему все это вырисовывалось. Вот смотрите, вы допустим, нарисовали все детали. Вы все сделали в BaseCoverry, но при этом вы хотите, чтобы ваши работы, которые вы прорисовали, как-то потом отображались в движке. Было сделано такое интересное решение. Была экспортирована карта. карта. Давайте, допустим, это сделаем на рабочий стол. Быстрее всего. Photoshop. Такой был маленький эксперимент. Попробовали. Не, ну мы сначала закинули BaseCover в Unreal и поняли, что нам его как-то мало, ну и нормальный тоже. И, соответственно, добавили еще одну карту, которая отвечала за… Ну, это Roughness, собственно. Да. Вот смотрите, вы нарисовали ассет. Вы получили уже BaseCover готового ассета. Что мы сделали? Мы его обесцветили. Вы получили карту спекуляра. Потом эту карту спекуляра закинули в Substance и в Substance уже ползунками двигали отражаемость всех… Нет, нет, мы не двигали. Мы закинули ассет в Substance Painter, нарисовали маски для каждого из объектов, то есть для каждого типа материала. Металл, дерево, там, что у нас было, крыша была другая. Вот, подписали их и для каждого двигали Levels потом и… А только для Roughness канал? Да. Да, чисто для Roughness. Чтобы создать Roughness канал, зачем это было сделано. Ну, просто нам хотелось, чтобы все эти детали, которые были прорисованы на этапе BaseCover, тоже как-то играли на карте Ролкеса в Unreal Держание. Диффузка и Light и Light Mask. Light Mask еще, которую мы запекали в Substance Painter, то есть туда входит Metalness и Roughness. А вы в 3D-колоте только цветом рисуете или сколы бампом будете прорисовывать, чтобы сделать рельеф еще четче? Ну, в принципе, отвечали на этот вопрос. Нам Normal Map служила подосновой для дальнейшей прорисовки. А мелкие какие-то, совсем мелкие сколы вы можете уже прорисовать чисто вручную. Опять же, вопрос зачем? Если далеко смотреть, их не видно, ну, смысл. То есть, если да, ну, к примеру, вы хотите… Вот вы заскурпили модель, вы сделали светильник, и вы понимаете, что вам чего-то не хватает. Да, ну, вы можете, конечно, скипнуться в карту нормали и что-то там подправить и подрисовать, но желательно все вот эти моменты по поводу скульпта, каких-то там детализаций на этапе скульптинга. Вот все решить там. И уже, когда вы текстурируете, вы уже текстурируете непосредственно фактуру, но не занимаетесь тем, что делаете еще дополнительный объем. Но бывают ситуации совершенно разные. Можно, конечно, что-то такое сделать. Кстати, возможно, вы заметили, что у меня все очень блюрное. Объясню почему. Потому что я сейчас уже рисую модельку, которая развернута в ассете. И даже с использованием 2К разрешения у меня все равно геометрия немножечко блюрная. Это важно. Почему? Потому что если вы рисуете, вот, к примеру, у вас заказ на 2К, а вы рисуете в 4К, вы нарисовали 4К, вы такой довольный, вау, так все красиво выглядит, все здорово, мне все нравится, а потом сжимаете это и видите, что у вас все поплыло. Очень советую работать в соответствующем размере, какой у вас есть заказ. Если вам нужно сделать в 2К, нарисуйте в 2К. Или хотя бы попробуйте нарисовать в 1К, чтобы посмотреть, вот хотя бы приблизительно результат устроит ли вас. Ты еще текста… Я не могу ее найти. Сейчас где-то здесь валяется. А вот он. Pixel Density? Конечно. Именно для этого вопрос из зала. Спрашивается, было ли учет Pixel Density. Именно на этапе, когда мы все развернули, мы закинули все объекты, которые уже были развернуты в Max либо Maya. Мы подключили чекер и посмотрели по чекеру, как все будет выглядеть. То есть все объекты у нас были более-менее равномерные, потому что нужно было их выровнять. И если вы создаете конструктор, и у вас какой-то объект слишком блюрный, какой-то слишком четкий, у вас появляется диссонанс. Чтобы этого диссонанса избежать, конечно же, нужно выровнять все UV-шки перед тем, как их запаковать. Вот смотрите, я показываю, что у меня маленький квадратик выделяется под этот светильник. Но это потому, что уже UV-шка так составлена, что остальное пространство занимают остальные элементы. И именно в таком поле, то есть уже 2K, немножко под блюрином, я работаю, потому что я смотрю, что получится в итоге. Да, еще 10 минут. В общем, объясняю сейчас, что я нарисовал. Смотрите, опять же, я сейчас не полагаюсь особо на цвет. У меня есть светотеневые отношения. То есть у меня есть ребро, где падает на угол основной блик света. У меня есть тень. Очень важно в таких местах создавать контрастные светотеневые отношения, потому что вы лучше издалека воспринимаете. То есть что-то засветленное, допустим, вот у вас вот этот уголочек, он там безумно яркий. То есть яркий, 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 яркий. Там немного навалили, чтобы он далеко был виден. И чтобы он был еще лучше виден на расстоянии и на текстуре, еще лучше выглядел, попробуйте взять какой-то темный тон. И вот в этом самом месте, где есть сочетание светлого и темного, еще как-то подрисовать. То есть какое-то темное пятнышко далеко заиграло. И это правда важно. Не гонитесь за трещинами, большим количеством детализации. Попробуйте выработать понимание этого принципа, что где есть светлый участок, там же есть и затенение. Тогда ваша хендплейн текстура будет выглядеть очень даже презентабельно. Так, ну в общем, как-то так. А, и лучше всего вам брать вот то, что у вас есть уже какая-то база, и оттуда и берите пипеткой цвет. Не стоит лезть его и там подбирать как-то в палитре, потому что у вас могут сразу какие-то пятна быть, которые будут выбиваться из общей массы, и это будет не очень красиво. А так оно будет более-менее гармонично. Да, то есть вы стараетесь за счет полученного цвета, вы только усиливаете это светотеневые отношения. То есть этап колорайзинга, когда вы добавляете какие-то цвета, какие-то освещения, это уже все потом, это уже постпроцесс, постобработка, это самый финал, когда вот у вас есть тон, у вас есть светотени, вы думаете, ну вот как-то мои планочки там слишком одинаковые нарисованы, я их хочу разнообразить, и вы добавляете там какой-то колорайзинг. Покажи немножко, он просит в онлайне, чуть-чуть кусочек маленьких дерева. Какие дерева, Катя, маленькая. Ну вот приблизительно вот сейчас выглядит так металл, но его еще там надо доработать, это мы просто сейчас показываем. Хорошо, по поводу дерева. С деревом на самом деле абсолютно та же история. У вас вот есть волокна, вот есть там, допустим, какой-то светлый участок, вам его нужно сделать ярче. Вы выкручиваете opacity, выкручиваете там немножко, может, по палитре, и просто добавляете света. Опять же, вот у меня есть скол, у меня есть светлая плоскость, куда у меня падает свет, у меня есть плоскость, где свет не падает. Я беру и какими-то темными частями, стараюсь этот бличок высветлить, чтобы он более-менее смотрелся вдалеке нормально. Ну и еще учитывайте, что на дереве, когда у нас плоскости идут перпендикулярно друг к другу, у нас там будет самый светлый участок, собственно, как и на металле. И это тоже надо прорисовывать. Он будет даже светлее, наверное, чем сейчас у Андрея. Да, да, конечно же, можно сидеть до бесконечности. Можно сидеть очень много, все прорисовывать, но всегда нужно работать именно с этим принципом, где есть светлое пятно, там есть темное пятно. Это всегда. Потому что в противном случае у вас не будут играть именно все эти блики. Да ты покажи на том участке, вот тут ты делал на сколе, вот тут и покажи. Продолжение следует... Андрей, у тебя 5 минут. Окей, языка. Ладно, допустим, у нас было бы больше времени, и мы бы хотели все это закончить. Смотрите, могу посоветовать напоследок, когда вы нарисовали все вот эти детальки, уже добавили основную детализацию, попробуйте заливки. Заливки и градиенты. Например, в таком месте у нас соприкосновение идет нашего элемента, который держит деревянную голову светильника, и шеста. В таких местах действительно важно рисовать какие-то затенения, потому что в таких местах забивается грязь, забиваются какие-то элементы. Плюс это выглядит гораздо красивее, когда объект просто входит в геометрию. оно выглядит очень непрезентабельно. Поэтому попробуйте различного рода opacity повыкручивать. И видите, что, кстати, интересно, у нас вот и здесь тоже появляется затенение, потому что у нас это все и развертка, одна и та же. Как такой вопрос решить? Ну, вопрос этот решается следующим. Вот этот градиент просто будет больше. То есть вы берете, рисуете, рисуете. Здесь появился градиент и здесь появился. То есть здесь он более мягкий, но здесь более активный. В общем, ищите баланс, чтобы она везде была. Ищите баланс между этим всем. Если, ну, вот это сочетание совсем никак не работает, ну, тогда возвращайтесь обратно в Max или Maya, что-то подвигаете, посмотрели. Окей, хорошо, вы ремпортите модель и продолжаете. Тоже, ну, затемнения в таких местах важны. Их тоже нужно прорисовывать. Ну, вот они придают какой-то живости, придают какого-то образа вашей модели. Если мы посмотрим уже на финале здесь, видите, здесь они тоже есть, здесь тоже есть. И это выглядит гораздо как-то поприятнее, чем если бы просто объект входил в друг друга геометрию, получалось бы, ну, очень некрасиво. Ну, есть, конечно, какие-то изъяны, потому что, ну, вот когда вы вытащили конструктор, у вас могут быть вот такие какие-то лохмотья и хвосты. И вот когда вы собираете такой объект в движке, просто задвиньте куда-нибудь там в геометрию, это пропадет, и никто не будет видеть этого некрасивого объекта. Окей, хорошо. Ну, я по большей части рисую, но Яна еще хочет показать смарт-материалы. Да, я хочу показать, как мы все это собираем. Упрощенный метод для ленивых, поэтому… Да нет, это не упрощенный метод для ленивых, я бы так не сказала. Хорошо, да, ну, даю ей слово, думаю, что она вам еще много чего интересного расскажет. В общем, если кто-то работал со смарт-материалами в Substance Painter, то вы, возможно, уже знаете, что это такое. Вот, и в 3D-коате… Я закрываю, да, не сохранять? Да. В 3D-коате есть то же самое. Единственное отличие, что в 3D-коате, то есть если в смарт-материал, который мы делаем, мы там всегда можем менять карты, и у нас там проще происходит пересчет, то есть там карту закинул, и оно все пересчиталось. То есть здесь нужно постоянно перезаливать, если вы сделали новый смарт-материал. Так, ну давайте вот возьмем на стандартной штуке такой. Все ее, наверное, использовали, когда настраивали материалы. Вот, переходим в раздел смарт-материалов. Давайте я его вытащу вот сюда. Вот, и у нас тут даже есть, даже есть картун, например, картун-смарт-материалы, которые вот мультяшно прорисованы так, как нам нужно. Что мы использовали? Ну, лично я для себя что делала? Ну, вот чтобы создать новый материал, нажимаю на плюсик New, и тут у меня высвечивается Smart Material Properties. У меня был вообще несложный материал, то есть я делала его из двух цветов. Заливала тут какой-то коричневенький. Вот, какой-то коричневый, и добавляла, это у нас Fill Wear, и добавляла еще цвет какой-то более светлый. Так, а где наша штука, которая высвечивается? А, вот она. У нас появляется, когда мы переходим в Smart Material Properties, у нас появляется Smart Material Preview. И в этом превью вы можете наблюдать, то есть как у нас будет выглядеть материал. Желательно, сейчас, секундочку, это окошко вытянуть по размеру модели. Так, вот это мы пока удалим. Вот, и теперь вы можете увидеть, так как у нас Opacity стоит на 11 сейчас, то у нас очень бледный цвет, нам нужно его усилить. Лучше всего настраивать материал на инструменте заливка, Fill Tool. Вот, и здесь, чтобы у нас было выставлено 100%. Обязательно настраивайте на 100%, потом вы лучше в слоях измените интенсивность, но так вы будете видеть, что вы настраиваете конкретно. Да, это очень важно на самом деле. Да, да. Если у вас вот в этом окошке есть какая-то текстура, давайте сейчас выберу, у меня там есть какие-то заготовки. Сейчас, есть папочка, текст, я. Сейчас, секунду. Давайте сейчас я на вот это покажу. Вот, если у нас есть какая-то текстура, сейчас, мы каждый материал, который у нас есть вот здесь сбоку, мы можем его редактировать правой кнопкой мыши. Тут есть Smart Material Editor. И вы можете увидеть, из чего вообще состоит материал и как мы его будем использовать. Тут есть вот такая вот классная еще штука лупа. Она меняет как бы тайл, то есть мы больше или меньше распределяем по модели текстурную карту. Вот, также тут есть сейчас у нас идет распределение по куб маппинг. Ну, так как у нас с вами есть уже UV-шки, то выгоднее всего нам выбрать UV-маппинг и у нас распределится это все по UV-модели и просто увеличить тут тайл. О, нет, я наоборот уменьшаю. Что? Слишком увеличил. Да, вот, и мы уменьшаем тайл. Вот наша текстура сейчас назначена на color, на base color. Если мы откроем вот здесь вот, у нас тут есть те же карты, к которым мы все привыкли. Это color, глубина, это карта height, ну, карта высота. Roughness, это, соответственно, блики мы настраиваем. Также у нас есть edge scattering, который помогает нам настраивать ребра. И контраст, это контраст этих ребер самих нам можно настроить. Вот мы можем посмотреть. для того, чтобы нам смарт-материал распределялся, у нас есть две карты. Это ambient occlusion и, ну, кривизна, соответственно. И вот на основе их он их запекает, и потом уже мы можем применить к нему смарт-материал. Я дополню вопрос. На самом деле есть прекрасные же встроенные функции в 3D-коуте. Это запекание карт уже по форме. И именно когда вы запекаете карту курватуру, карту ambient occlusion, а только тогда смарт-материал начинает как-то понимать, где у него что находится. Если удалить, если удалить, тогда… Да, да. И еще каждую карту, которую мы здесь подключаем, мы можем менять. У нас есть вот кривые, вы можете… Ну, это как в фотошопе кривые. То есть мы можем менять сразу тут интерактивно и видеть, как у нас меняется текстура во viewport. И таким образом смотрим, что нам больше подходит, и уже на этом основании потом заливаем нашу модель. Можем нажать там save, и мы можем создавать новую такую же маску, чтобы… Вот если вы сейчас отключите смарт-материал и перейдете там, например, в кисть, и закройте вот это вот окно preview option, которое отвечает за то, чтобы смарт-материалы отображались во viewport, то вы увидите, что наша модель ничем не залилась. То есть для того, чтобы смарт-материал сработал, нам нужно нажать… Ну, fill tool выбрать, соответственно. И тут у нас есть несколько вариантов, как будет распределяться вообще по модели. Ну, как мы можем залить весь слой, то есть зальется вся модель у нас, соответственно. Если мы зальем service mode, это мы будем кликать по объектам и будем заливать определенные части. Ну, object – это будем по объектам кликать. Давайте создадим новый слой и зальем layer. Все, окей. Ну, вот, собственно говоря, вот так вот они выглядят. И, ну, тут опять же, мы очень мало использовали смарт-материалы в данном случае. У нас это было только в основном, как выделить кривизну и ее как бы больше показать. И все, у нас не было сильно сложных материалов. Давайте я вам сейчас покажу анриловский проект сейчас. Да. Да, 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 конечно. Я отвечу на этот вопрос. Есть сверху графа always сейчас. Это возможности рисования по глубинам, возможности рисования по граням. Опять же, функция становится доступна, когда вы просчитываете карту. То есть у программы появляется информация, что и конкретно зарисовывать. Ну, там на самом деле много различных функций, но основное, которое используется, это more on convex. In less on convex. Если посмотреть в смарт-материале, сейчас, вот здесь вот у нас есть распределение дегри. Да, это аналог на самом деле. Такой же только в смарт-материале. Да, мы можем распределять по различным, ну, различные методы. Просто кликайте и смотрите, как оно вообще меняется на модель. Почему нет? Сейчас повторим вопрос. Вы имеете в виду, что накладывается неравномерно, да, как будто текстура не развернута, правильно? А, да, мы можем это сделать. Сейчас я удалю вот этот материал, который сделаю новый слой, выбираю заливку и… Сейчас сделаю. И можно тут применить к surface mode, по-моему, да? Ну, можно еще так же тапать по объектам. Это же раздельный объект, это не цельный меш. А, ну да, можно просто тапать по объектам. И оно отдельно… Да. Есть еще возможность наносить материал с помощью режима наложения. Вот если включим клавишу tap, есть кисточки, есть какие-то кривые. То есть они тоже работают на наложение материала. Например, вам нужно залить как-то вот такой проекцией. То есть вы применяете, она, кстати, сопо сити 16, вы выручиваете 100. И вам нужно применить этот смарт-материал. Клацаете и все. Выкрасилось. Так, хорошо. Сейчас тогда открываем Unreal. Epic. Кто-то из вас пользовался Unreal вообще? Тогда просто все молчат. Стесняюсь. Очень классный движок на самом деле. Вопрос, почему не Substance Painter, а 3D-код? Ну, я уже отвечала на этот вопрос. Даже писали. Да, потому что лично просто удобнее вьюпорт устроен. Ну, кому как некоторые рисуют Substance Painter. Ну, могу дополнить. Кроме вьюпорта, действительно, вьюпорт очень важная составляющая. Есть еще такое понятие, как антиалязинг. Антиалязинг – это режим распространения информации от кисточки. То есть вы, допустим, рисуете, вы там мажете один раз, и у вас там появляется пятно. То есть и вот от режимов нажатия у вас появляются разные линии. То есть если вы сильно нажали, у вас появилась жирная линия. Если вы нажали легче, у вас появилась тоненькая линия. И чем лучше антиалязинг, тем больше возможностей этой линии можно вырисовывать. Ну, в художественном плане это просто неоценимый аспект. Так, вот наш андриловский проект, который мы сделали. Значит, смотрите, тут есть вообще в Unreal Engine, тут есть подобие аутлайнера. Если кто работает с майкой, тот знает. В общем, это штука, где можно скрывать какие-то объекты, если вам… вот он, этот стол. Скрывать, и появляются какие-то объекты, которые нам нужны. Вот. Что еще вопросы? В каких программах чаще всего текстурят в компаниях, работающих геймдэйб? Ну, сейчас часто текстурят в 3D-коате и Substance Painter, насколько мне известно. Если модель статичная, и в сцене видна только ее часть, нужно ли моделить ее полностью? Нет, не нужно. Так, и что мы здесь можем увидеть? Сначала наша картинка выглядела вот приблизительно вот так. А потом мы к ней добавляли еще вот эти вот два блока. Первый блок называется Post Processor Volume, и еще один кубик называется Light Mass Importance Volume. Вот. Эти кубики, видите, они работают только в своих пределах. То есть, когда мы в них заходим, они там работают. Таким образом можно сравнивать. То есть, мы там что-то накрутили-накрутили, зашли, посмотрели, и нам понравилось. Ой, я его не туда. Вот. И у него есть свои настроечки, которые… Ну, их тут довольно немного такие. Light Mass, вот это Light Mass, ее вообще не нужно настраивать. Нам нужно настраивать только постпроцесс. Что делает Light Mass? Она просто в пределах этого куба, она просчитывает четче картинку. То есть, она делает более выразительно, в общем. И ее добавляют чисто, ну, чисто для того, чтобы просчитать этот элемент. Сейчас еще дополню немного насчет движка. Вот. Зачем мы все делали эти оптимизированные модели? Зачем старались? Потому что у движков есть определенный предел по поликаунту. То есть, если вы закинете в сцену очень много тяжелых элементов, там может крашнуться, может вылететь. Не, ну что, миллион тянуло. Ну, миллион тянет, но сцены бывают разными. В принципе, чем лучше оптимизирована модель, тем лучше движок с ней справляется. И, ну, соответственно, тем лучше будет ваш проект. Ты че? С пуделем, да? Это зависит и от движка, и от машины. Да, тут… Ну, конечно, постпроцесс точно так же должен участвоваться, конечно. Да, и вот постпроцесс – это самая такая ходовая штука, которая использовалась именно здесь. Вот. И еще чем мы руководствовались, это, конечно, мы настраивали сам Skylight и Light Source. В постпроцессе, как я вам уже говорила, вот эта классная штука Bloom. Если ее накручивать Intensity, вы видите, что происходит. Ну, то есть оно начинает делать такие более какие-то размытые края, но сейчас оно не очень, поэтому как бы мы его сильно не загибали. Ну, так немножечко. А было оно изначально вот так. Видите? Мы поставили на троечку. Что еще мы здесь добавляли? Добавляли Ambient Occlusion, то есть чтобы у нас появился Ambient, ну, от света, который у нас есть в движке. Еще также мы добавляли здесь Image Effects. Ну, это Chromatic Aberration. Если знаете эту штуку, это как если вы снимаете фотоаппаратом, и у вас на краях появляются такие, как будто, ну, вот сейчас я вам покажу. Видите? Вот такая… Да, 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 да. Вот. И это передает живости, но тоже с этим не стоит злоупотреблять. Я вообще читала, что в Unreal есть две проблемы, когда люди вообще не используют постпроцесс и когда они его чересчур используют. Ну, в общем, мы старались его не сильно юзать, как бы такие какие-то основные моменты настроили и все, ну, чтобы не перегружать, собственно. А есть такая профессия, когда люди шейды радио. Не, ну, понятно. Травка тоже тут делалась, но сейчас, если получится, то я вам покажу. Скорее всего, это было… А, нет, не получится, потому что тот пак, который у меня был, он… На другом компьютере. На другом компьютере, да. Но как тут все происходит? Тут есть вот листик у нас нарисован, есть браш. И вот анимированная трава уже встроена в этот пак, и мы просто берем… Сейчас я только уменьшу радиус, это очень большой. Вот берем и рисуем. Только, ну, вот у нас эта трава, возможно, она сейчас ее найдет. Не, не найдет. Вот это у нас трава, и мы можем ее еще… Ну, вот она дорисовывается, она помнит, что она есть, видите? Просто кисточкой пикаете там, где вы хотите, чтобы у вас была трава. Чтобы ее убрать, ну, тут можно выделять эту траву, то есть вы можете взять и поскейлить ее, например, вам надо ее сделать выше, ну, конкретно там выше. Вот. Ну, либо вы можете ее просто выделять и удалять, например, если вам не нужен этот участок. Вот. Да, да, это просто… Если посмотреть, мы выгружали сцену потом в Marmoset, это просто были плейны, на которые ставится текстура, просто она анимированная. Полигоны обычно пишутся в документации, когда вы скачиваете пак с магазина Unreal, и вы можете посмотреть, насколько трава плотная. Да, ну, в принципе, да. Можно вопрос? Финальная сцена собиралась в Unreal или в каком-то другом софте? Не, не, мы собирали сразу в Unreal. Мы только сделали, ну, как бы вот комбайнили, например, вот этот элемент. Сейчас надо выйти. Не, 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 но башня, вот видите, это один элемент. Там вот эта штука, это тоже отдельный элемент. Сейчас хотелось бы еще огонь показать. Наверное, он тоже не высветится, потому что там, да, я не могу его отредактировать, потому что этот пак на другом компьютере, а не на этом. Но, собственно, давайте я вам покажу, как вообще настроить материал в Unreal. Можно просто новую сцену создать. Там, кстати, есть прессет с собранными со всеми элементами папки RADIO. Кстати, в дополнение, собрано ли было здание, конечно, в Unreal есть неоценимая функция, это собирание моделей с помощью инстансов. То есть сейчас вот у нас откроется проект. Если у вас есть возможность и время собрать проект в Unreal, конечно, лучше использовать инстансы, потому что они меньше грузят движок и помогают вам с оптимизацией. Поэтому есть смысл делать все это в Unreal, потому что инстанс. В нашей сцене мы использовали статический источник освещения. Мы запекали свет. И это, в принципе, неоценимая особенность Unreal, что вы можете запечь свет, тем самым ваши цветотеневые отношения отражаются уже на карте. И на этом втором отдельном UV-канале программа сама распределяет светотеневые. А, вообще не зачеряю, я это удаляю. Нет. Так, создаем, импортируем модели. Ну, она делается тоже с паддингом, потому что паддинг всегда важная функция. Так, мы импортируем модель через импорт или есть тут еще удобно, адекватнее всего импортируется через import to game. Вот эту штуку. Заходим в Vogue. Теперь идем в handprint сюда. И это у нас где было? В рейде? У нас было в рейде. Сейчас, подожди, у меня есть флешка. Подожди ты, она же тут была. А, нет, не тут. Не тут, хорошо, сейчас, секунду. Окей, сейчас мы тут в чат залезем. Еще раз. Ну, к сожалению, я не настолько глуп, глубокий в понимании, как движок работает, но могу сказать, что все-таки инстанс, да, дает меньше нагрузку на видеокарту, потому что движок меньше ресурсов тратит на то, чтобы воспринять эту модель. Поэтому лучше использовать инстансы. Когда подгружаете модельку, обязательно снимайте галочку Skeleton Mesh, потому что если у вас есть какие-то группы в вашем FBX, то они тут будут пониматься, как вообще, ну, как RIG и будут создавать лишние ненужные файлы. Вот. И импортируем, собственно. Ого, там их много, да? Это то? А, да, то. Да, это оно. Только оно почему-то в двойном экземпляре. А, это, я поняла, что это. Это портированный сет из Marmoset. Сейчас, секунду. Это не то, чуть-чуть. Я открою папку Radio. Ну, вот в папке Ready, папка Models и все модели. А, я поняла, да. Не то я подгрузила. А, ну я как раз хотела там еще про одну штуку сказать. Подгружаем через Import to Game. И здесь, вот тут Models, выбираем все FBX. Вот, тут еще, где это с UV-шками была штука? Вопрос из чата. Можно ли использовать чужие эффекты? Можно, если они бесплатные? Ну да. Ну а почему платные? Если ты купил, то тоже можно. Чего нет? Так. Блин, я сильно много подружаю. Я подружу только башни и все. Да, портирую. Сейчас вот это все удалю. Так, подружаем башенку. Вот. И на ней немножко… Сейчас я опустим вниз. У нас у каждого материала, у каждого объекта уже при подгрузке есть материал. У нас он высвечивается вот здесь вот сбоку. Также давайте я сейчас сразу импортирую сюда текстуры. Так, текстуры, текстуры. Maps, вот они. Base color. Light mask. Вот эти все, что мне нужны. То есть и он по умолчанию у нас такой вот серенький, неприглядный. Но мы можем это очень быстро исправить. Кликаем два раза по этому материалу. И теперь заходим. У нас высвечивается ноды нашего материала, как гипершейд в майке. Если знаете, то это аналог всего этого. Сюда подгружаем мы текстуру base color. Вот это можно удалить и подключить через UV на base color. Нам тут в принципе не нужно ее никак регулировать. Нажимаю apply и смотрим, что у нас выходит. Сейчас оно должно пересчитаться. Вот. Вышла у нас вот такая вот штука. Еще важный момент. Видите, у меня крыша сейчас полупрозрачная. Для этого я ищу галочку two sides. Нажимаю на сам материал. И тут мы ищем two sides. Вот она. И нажимаем apply. Вот. Смотрим. И теперь сейчас оно пересчитается. Вот. И теперь все хорошо. Что? Можно еще применить нормали. Да. Сейчас мы применим нормали. Импортируем сюда же нормали. Нормали можно сделать, ну, подключить через константу. Добавляем сюда еще одну ноду multiply. И добавляем сюда константу. Константа – это просто переменная, которая регулирует интенсивность нормалей. Ее подключаем на B. На UV-шке мы подключаем multiply A. И сюда мы подключаем на нормали. Теперь нажимаем apply. Вообще есть там еще более сложный способ подключения, но у нас и этот сработал, поэтому мы не стали там через несколько нод подключать. Компилиться. Да. Компилиться. А, нам, скорее всего, надо пересчитать, да, свет? Или это не в свете проблема? Так. Подожди, давай raftness добавим. Нет, что-то не закинули, да, по константе. А, подожди, все, я поняла. Она же на ноль выкручена. Ставим ее единицу. Вот, и нажимаем apply. Вот, и теперь все нормально. Ну, один это в данном случае даже немножечко перебор. А, нет, вообще нормально. Это же нейтрал. Да, да. Ну, тут есть еще, если вы вот эту штуку нажмете правой на нее, ну, на константу, и есть тут у нас convert to параметр, то у нас появляется регулировка более детальная. Мы можем задать диапазон, в каком будет регулироваться эти нормали. Например, мы можем задать тут 10, и тут, например, ну, пусть будет ноль. И уже от этого Unreal будет просчитывать, сколько мы будем, ну, там, 5 поставим. И это будет, ну, в процентном соотношении просто нормально будет отображаться. Вопрос из онлайна. Движок нужен, чтобы все элементы собрать. Мы использовали движок, потому что там было проще настроить рендер, чем бы… Ну, и, собственно, мы делали под движок эти модели, поэтому мы и собирали все в движке. Вопрос из-за вам. Мы с CSS не работали. Пока не делилось. Вопрос, да, был про CSS. Нет, не сталкивались, поэтому не подскажем. Вот, и есть у нас еще лайт маска, она не совсем не такая, не так привычно выглядит, как… Ее можно, кстати, в фотошопе было бы открыть. Ну, давай, откроем. Сейчас. Maps. И вот она, лайт маска. Открыть с помощью фотошопа. Вот, это мы запекали в Substance Painter, ну, и потом уже вручную добавляли сюда же альфу. Видите, у нас каждый канал, у нас есть… Тут входит у нас красный канал, вот, который отвечает за арафтность, да. И у нас есть еще вот голубой канал, да, который отвечает за металлик. Из Substance он выгоняет как раз вот этот красный и синий канал. А альфу мы уже сами добавили, ну, потом в фотошопе. Вот, и вот эту маску мы кидаем в Unreal. Закрываем вот здесь. Кидаем. Что? Cutout? Ну, вообще, все дополнительные каналы, трафтность, альфа. Почему нет, почему отдельная работа? Ну, а diffuse уже это же сочетание всех цветов. Ну, да, куда там добавить еще? То есть в каждом канале находится черно-белая карта. Если, ну, цвет она не воспринимает. И… Ну, правильно. Именно вот сочетание каналов R, G и B, RGB, создает вам цвет. То есть потому что, ну, в diffuse можно черно-белый только закинуть. Все. Так, добавляем сюда же мультиплай. Соответственно, подожди, там не через мультиплай, там просто мы подключаем. Там мы подключаем красный канал к roughness и синий канал к металлику. Мы не используем канал Ambient Occlusion, потому что у нас конструктор. Потому что наши объекты, ну, как бы соединяются по-разному между собой. Как я показывал ранее, уже все эти объекты между собой связаны. Если вы запечете цвет на одном объекте, это будет выглядеть красиво. То на всех остальных это будет каша и очень даже непрезентабельно. Вот, но сейчас у нас… Ну, так тоже делают, но… Да, 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 зависит от проекта. И еще здесь выбираем. У нас не хватает. Единственное, что у нас сейчас черный. Нам нужно сделать… У нас есть альфа, который мы прорисовывали в фотошопе, чтобы показать, где у нас прозрачность и где непрозрачность. Я на тебя еще поднял. А, да, здорово. У нас еще вопросы будут. Вот. И здесь мы выбираем… Нам нужна opacity mask, чтобы высветилось. Нам… Ну, переключаем bad mode mask. И вот альфу мы цепляем на opacity mask. Ну, apply. Вот. И теперь у нас, собственно, показано, где у нас есть непрозрачность. Вот. И, ну, в принципе, это готовая модель. Единственное, если вот вы видите, ну, тут надо уже играть с освещением. И лучше не… Ну, мы поначалу там использовали emissive. Есть такой параметр. Самосвечение текстуры. Но потом мы от него отказались и все настраивали светом, потому что мы-то все равно в итоге как бы работаем с базовой текстурой, а это уже как бы эффект больше шейдера Unreal. Поэтому, ну, мы оставили эту идею и работали чисто со светом. Да, я дополню мысль. Идея в чем? В том, что когда вы выгружаете проект под продажу, заказчика, когда он его скачал с marketplace и открыл, он должен включаться без каких-либо дополнительных затруднений. То есть вы можете настроить материал, но гораздо лучше и гораздо приятнее воспринимаются те проекты, когда материал максимально упрощен вот в этом смысле. То есть, конечно, есть более сложные модели, есть там трава, есть секвенция огня и так далее. Но когда вы даете модель заказчику, желательно, чтобы вот уже все на самом раннем этапе создания материала работало идеально. Вопросы? Нет? Ну ладно. Да. Ну да, вот сейчас я… Видите, благодаря тому, что у меня этот материал был подключен еще в майке, то теперь, когда я выгружаю эту другую же модель и с названием такого же материала, у меня он сразу приобретает тот же… Ну, тот же материал наследует, как и моя башня. То есть все… То есть идея в чем? Что вы уже на этапе создания текстур роутенса, создания текстур металл, ну, металл у нас в Substance Painter, вы уже прорабатываете этот материал, уже делаете всю отражаемость и просто создаете один материал в сцене, где уже все с ним работает. Да, да, это удобно. Вам не надо кучу материалов настраивать и, ну, собственно… Тут еще также есть полезная фишка. Мы делаем, когда мы уже там настроили материал каким-то образом. Вот тут я еще вижу, что у меня сейчас очень сильно отрабатывает, ну, вот, roughness, и для него тогда можно отдельно просто добавить константу с альтом. Если я кликаю по вот этому, ну, вот этому пути, я могу его разорвать. Ну, альт, да. И добавить сюда константу, например. Либо также можно изменить свойство текстура. Ну, лучше не менять текстуру, лучше это сделать через… А, и мультиплай. Мультиплай. И сюда добавляем на B. Ну, тот же самый принцип, как я и до этого делал. Сюда мы на красный канал подключаем, и сюда мы на roughness подключаем. И тут теперь можно уже там задать какой-то там… Ну, не один там, пусть будет 0,8. То есть, да, при изменении константы… Вы можете тут сразу крутить. Ну, как-то будет меняться. Можете тут сразу наблюдать, как он меняется. Можете там поставить 1. Вот он сейчас, ну, слишком бликует. Тогда где-то 0,2 может быть. Сейчас в свойствах текстуры может еще галочку нужно поменять. А, да-да-да, точно. Точно, он бликует из-за этого, а не из-за константы. В свойствах текстуры мы выключаем… Ну, вот она, эта галочка. А, только не эту текстуру, да. Тут мы включаем sRGB, а мы выключаем на lightmask sRGB. Вот, и тогда… Save. Что, save? Текстуру whitemask нужно же сохранить. А я не сохранила, да? Да, да, она же не применяется тогда. Save. Окей. Ну, ее можно перевыбрать, если что, там, на какую-то другую и опять на lightmask sRGB. Apply. Вот. Теперь это оно. Не, не оно. Ну, тут просто надо еще регулировать вот эту, да? Можно от нее вообще отказаться и просто вот так подключить. Ну, в принципе, вот это то, что мы хотели получить. Еще обязательно у вас будет писаться, что light needs to rebuild. И тут у нас есть build lighting only. Вы перестраиваете свет в сцене. Ну, в данном случае оно запекает свет. Когда вы уже все настроили, когда у вас уже все хорошо. И еще тут полезная штука. Мы нашли сейчас lightmask. А, тут этот пагин, походу, у него снова. Сейчас еще у нас есть в чате вопрос от Артема. Почему вы текстурите, а почему же не текстурить ZBrush по хай-поле, чем лучше текстурить в 3D-ковете по вов-поле? Объясню. Смотрите, в ZBrush работает немного другой принцип. Вы рисуете по вертекс-вершинам. То есть, это еще одна дополнительная операция, которую нужно будет совершить перед тем, как получить полностью цветовую карту. То есть, вы, к примеру, нарисовали ваш светильник, нарисовали там всякие какие-то light и засветления. И кроме карт normal и кроме карт curvatura ambient оклюжина, вам точно так же нужно будет запечь цвет. Но есть одна очень интересная особенность. Если вы опытный в обладании кейджем, в настраивании запекания карт, у вас подтяжек не будет. А вот если вы запекали и у вас появились какие-то подтяжки, то все равно их придется править даже в том же 3D-коуте. Вывод, зачем выполнять двойную работу. То есть, лучше сразу же текстурить программе, где у вас более-менее все равномерно. Так, но у нас заканчивается время. Да, но в принципе это все, что мы вам сегодня хотели рассказать. Спасибо большое. На вопросы? Не на все, но просто надо будет еще засесть. Вы не правите color space при импорте текстур? Это вот это sRGB? Да, да, ее не нужно править. Не нужно. Что? Да, ну в принципе на все ответили. Я на это отвечала в процессе. Ребят, если есть вопросы в онлайне, то задавайте их сейчас. Мы еще здесь. Ну сейчас 40 секунд задержка. Да. Да, да. Теперь я всех попрошу сместиться вот сюда. Спикеры в центре. Микрофон можно снять, попрошу в онлайне. Ребят, онлайн, всем пока. Мы потом будем печатать еще, да. Спасибо. Спасибо.